Господа, всем доброго дня! И перед началом ролика хочу вам сказать, что мы же сейчас снимаем активно обзоры на автомобили, технические обзоры на автомобили, как с этими машинами жить, чтобы для зрителей было понимание, стоит ли брать этот автомобиль. И мне в первую очередь сейчас интересен диалог с собственником автомобиля. То есть вы либо в камеру, либо за камерой просто спокойно рассказываете, какие особенности я задаю вопросы, как с ним жить, какие болячки были, а дорого ли стоил ремонт, а что нравится. А что не нравится, в общем-то будет полноценный живой диалог, вместе с ними, вместе поржем, хорошо проведем время, поэтому если у вас интересный автомобиль, по ссылке ниже заполняйте форму, и мы с вами обязательно свяжемся. И она жила в бараке, но она очень сильно хотела жить в высотке на Котельнической набережной. Все знают, в Москве это невероятно красивое здание, даже сейчас-то на него, я часто хожу гуляя мимо него, мне очень нравится архитектура, это сталинский ампир за его масштабность какую-то. Короче, Раневская хотела очень сильно попасть в эту высотку, и КГБшники, по слухам, хотели с ней взаимодействовать, чтобы она стукачила. Тогда стукачили практически все, потому что были определенного рода материальные преференции, тебе было жить намного комфортнее. И она выдумала такую историю, что типа она в ночи на самом деле орет, она очень плохо спит, и в ночи она кричит, поэтому в бараке она всех будет, и надо ее переселить. Но они с ней договорились, что типа она будет давать информацию, они ее переселили в высотку на Котельнической, и спустя какое-то время на Фаину Раневскую пришло заявление, что она орала «Я теперь русский шпион, я теперь русский шпион». До КГБшников эта информация дошла, у них картина мира схлопнулась, как потом по легенде опять-таки оказалось, что данная прекрасная женщина просто заплатила дворнику бутылку водки, образно копейку малую, да, и сказала «Накатайка на меня заяву», и у всех картина мира схлопнулась, то есть очень неоднозначная, очень одиозная женщина, которая очень сильно выделялась, потому что она в целом делала то, что она хотела. Вообще самое любимое мое – это BMW, 2 литра, попкорн, все. Ну ты представляешь этот звук? Это шедевраль, это сами боги послали нам звук пердящей 2-литровой BMW. Да, звуки взрывающегося пылесоса. Я, к сожалению, живу в центре, относительно недалеко у Нового Арбата, и поэтому периодически ночью я могу слышать все звуки ламп, я уже такой «Фера, лампа», и не дай бог какая-нибудь мразь, а какая-то мразь заезжает на каком-то мрачном V8, я все ее не успеваю увидеть, по очень узкой улице иногда проезжает быстро. Это типа такой в три ночи, ну да, спасибо, что поспал. Ну блин, слушай, я тебе скажу, что поживший в Дубае, поживший в Аргентине, я почти уже прям во всем разбираюсь. И самое смешное, в Буэнос-Айресе каждая машина, особенно чем меньше у нее объем двигателя, тем сильнее она должна пердеть. И что самое важное – это VAC. Короче, я не знаю, почему они так любят VAC, но там реально, вот там полики какие-то, джеты, там вот это вот все. Ну короче, прям вот супербюджетные тачки. Каждый уважающий себя владелец обязан поставить перделку. Он должен заявить о себе как можно громче. Эта тварь обязательно должна ездить ночью. Вот ужас. Я поэтому не живу вообще в городе, мне было очень непривычно. То есть в Дубае я живу на Пальме, там вообще все хорошо в самом конце. В Буэнос-Айресе я прям в центре жил. И поэтому это было мрачно ужасно. Пять месяцев вот этих перделок непрекращающихся. Или там автобусов с этими безумными дизелями. Автобус едет, как будто паровоз, пароход. Такие звуки сумасшедшие. Коптит так же, как заправка от Теслы. Да, да, да. Именно так. А в Дубае, ну ты понимаешь, да, то есть к нам сегодня приезжал Кулинан, Rolls-Royce, в Менсоре. Ну и как будто бы это самый там сейчас классный считается тут в России обвес. Он там уникальный, он с каким-то рисунком этого карбона, которого нет ни у кого. Короче, он единственный, one of one в России. И чувак такой, ну прикольный, я вот взял себе там в Дубае купил, решил не жить, приехал в Россию, привез его тоже, там кайфуюсь, сейчас пятое-десятое. И как будто бы я должен этому радоваться. А я понимаю то, что я как бы полгода в году смотрю на эту херню, она меня бесит уже. Ну да. Каждый день. Да, когда ты в Дубае находишься, это не чудо. Да, да, просто их столько, ну и он сам говорит, да, там в Дубае не то, что не удивишь никого, как бы это реально на каждом шагу. Мне кажется, в Дубае Нивы ты удивишь вот прям вообще на все бабки, а как Нива, Нива, в Дубае Нива, да. Есть, есть чувак, он араб, у него четыре Нивы, да, у него была русская девушка, они что-то ездили, он сам приезжает в Россию, катается, ищет там на автору эти Нивы. Катается, смотрит, да, сумасшедший, привозит туда, у него Нивы, одна там какая-то с музыкой, остальные простые, у него жига дрифтовая, и он там хреначит дрифт на жиге в Эмиратах на шоу. Да, прям он очень крутой. Нифига себе. Господа, всем доброго дня, это подкаст «Есть у меня одна история», мы с Леонидом разболтались и нас точно не остановите, но я думаю, что Леонида надо представить, хотя я думаю, что многие из вас его видели. Леонид это у нас производственник, по сути, у тебя завод, наверное, не знаю, завод, производство, по производству дисков на автомобиле, кованые диски, на которых катается. Кто из медийных на них не катается? Ты. Я. Лох, пидор. Получается, я не катаюсь, а так даже, по-моему, сейчас уже я видел и Костя Академик, вроде бы, ему тоже диски были на Range, наверное, доставлены, нет? Нет. На другой автомобиль, который мы однажды узнаем, потому что... Как он уже показал, это «Чайка». А, на «Чайку», да? Я просто вот настолько... Там прям... Песня. Песня. И, ну, на мой взгляд, ты, наверное, самый крупный с точки зрения производства дисков в России, потому что именно когда мы говорим про кованные, про какие-то уникальные, понятно, что если там какие-то штампы на автовазе шлепают, но в количественном соотношении они имеют больше вес, да? Конечно. Но с точки зрения эстетики, именно автомобилей, ты тут как бы немножко напихиваешь, потому что я помню, когда вы сделали Боре Львовскому тапки на Каймана тогда, я такой, бля, вот это стайл. Типа, Боря же, он вообще больной на эту тему. Он прям, когда он М2 построил, я такой думаю, господи, как ты до этого додумался, почему-то так гениально. Ну, они шарят, у них просто есть в голове вот правильное построение автомобиля, и внешне, и вот эстетически так хорошо. Вот когда ты смотришь, ты не можешь просто реагировать. Ты не обязан реагировать вау, но ты смотришь, и ты все равно слюна льется, как ни круто, ты ее обсудишь, ты от чего-то обязательно кайфанешь. Вид законченный. Наверное, правильно здесь это вид законченный. Я думаю, это даже, это и законченный вид, и это свое уникальное видение. То есть, и на самом деле, на мой взгляд, многие пацаны увлекаются автотюнингом, визуальным тюнингом, там, наверное, самые яркие это стенсеры, да, потому что машина на стенсе выглядит довольно красиво, когда она стоит, на ней очень сложно ездить. Потому что я помню, когда мы там с Боряном, мы довольно тесно общались какой-то период, пока он там не переехал, и я ему говорю, объясни мне, в чем прикол, вот объясни мне, в чем прикол, вот вы ее дропнули, это некомфортно, у вас у всех дни сейчас сожранная нахер, потому что я эти машины видел, они у меня обслуживались. Я говорю, в чем? Он говорит, ну смотри, и он объяснил невероятно грамотно эту историю, он говорит, вот смотри, я типа дизайнер, да, я архитектор, я дизайнер, я создаю интерьеры, я визуалист, типа для меня визуал очень важен. И когда ты смотришь на концепт-кар автомобиля, который нарисован, я такой, так, и он мне просто фотку открывает, они все опущены, и вот на такой резине. Конечно. А потом уже приходят инженеры, потом уже приходят маркетологи, и говорят, пацаны, все это красиво, конечно, но в жизни это работать не будет. И в моей картине мира стенс это такая история, когда ты пытаешься придать автомобилю такой первозданный вид, который как будто бы мог задумать дизайнер. Но только Боря, он же, особенно вот этот RS-3, его с этой лавкой бешеной, ну типа, там дизайнер явно с чем-то перебрал. Это очень круто было. Это был самый большой разъем в тот момент. То есть ты мог в действительности наделать кучу всего. Ну так и было, да? То есть как строил машины я. Я переделал все, я суперпедантично ко всему относился, и то есть у меня это проект, если проект, это проект. У Бори это за полгода туда-сюда быстро напихал, что-то делал, что-то там присунул, я не знаю, я там в пленку какую-то обтянул. Колеса, подвеска, ну быстро-быстро-быстро, чуть тут, чуть там, чуть здесь. Но и глобально это было хайповее, чем делал я. Именно хайповее. То есть об этом говорили, это шуму наводило сильно больше. Ну согласен, да, там они потом еще ЭОС делали, тоже мы там помогали с этим ЭОСом. Красный ЭОС, кабриолет с мордой от Сирока и так далее. И мне вообще запомнилась теннистерская тусовка. Первый раз я, наверное, увидел это именно на выставках, когда был ВАГ-фест в каком-то там 15-м, 15-й, наверное, 16-й год, когда я приехал, я такой, ебать, вот это тачки стоят. Я туда, помню, поехал на четвертом Гольфе отрыганным наглухо, и мне все говорят, ты не доедешь, а в итоге то ли у Вавы, а у Вавы коробка рыгнула, там еще какая-то машина не доехала, Ваву уже по итогу на эвакуаторе, по-моему, затаскивали на подиум, потому что у него там его пятый GTI. Да, он как бы отъехал в мир иной. И я же тебя тогда примерно и узнал, то есть я там начал смотреть, изучать, и, по-моему, мне как раз Боря сказал про тебя, я там подписался в Инстаграм, и такой, о, интересно, типа, а что там происходит? И давай немножко про твой путь. То есть производство дисков просто так никто не открывает. Как минимум это надо любить. И надо любить очень сильно, и очень сильно этим гореть. И каков вот был твой путь? Из чего он начинался? Потому что, насколько я помню, раньше занимался продажей дисков именно. Да, да, да. Все пошло из стенса. Опять же, мы правильно начали, это вот где-то далеко давно. Сначала из чего-то такого интересного я купил себе А4. Да, тогда это еще была B8, и вышел рестайл. И, да, я, короче, купил себе новую ее. Я ее заказал из Белоруссии, там можно было скроить 100 тысяч рублей. При тогдашних ценах это неплохой такой бонус был. Сколько она? Это 10%. А, она миллион тогда стоила? Она стоила миллион двести. Новая машина, вот я ее купил за миллион двести рублей. Просто замолчи. Лям-двести. Это на полном приводе, наверное, все как получилось? Нет, нет, это самый барабан. Это самая простая машина. То есть, мне нужна была эта тачка, во-первых, новая. Во-вторых, просто вот она, я влюбился. Она мне очень понравилась. При условии того, что до арест ненавижу. Абсолютно ублюдская тачка. Ну, ужасные фары, вот это вот все. Арест, она вот те линии фар, которые были. Именно даже не то, что LED, вот эта часть светящаяся. А вот сама фара, как они вот все это реализовали. Все красивое, современное. Вообще стоял прямо на нее. Я ее покупаю новый. И, ну, как будто что-то захотелось. Повеселиться, поделать и так далее, и так далее. Ну, и поехала. А, у меня уже тогда был гольф. По-моему, гольф R. Шестой. Шестой. Да, и, ну, как раз в компании Power Wheels я на него купил. Нет, не тогда. Слушай, я путаю. Сначала, наверное, все-таки была А4. Короче, я поехал на этой А4, побывал на Volkswagen Fest. Как раз оттуда все началось. Да, я ее только купил, приехал. И вот на Volkswagen Fest я вижу, стоят какие-то ребята. И около них разные колеса. И я не знал, что это. Я не знал, как это называется. Вообще никакого-никакого понимания. И я просто смотрю на колеса и вижу BBS RS. И я такой, блин, как это красиво. То есть, у меня не было до этого, в принципе, как бы тяги, понимания, чего-то еще, чего-то еще. Вот это, наверное, это там подправная галочка, точка вообще в этот весь мир. Это вот этот Volkswagen Fest. Это, наверное, был год 11-й. Что-то похоже. Или 12-й. А, это прям вообще лохматый какой-то год. Да. И вот я смотрю на эти диски, и у меня глаза горят. Какие-то ребята что-то мне там предлагают. И я такой, блин, у меня вот А4, а они 17-й маленькие, и А4 это не сильно бьется. Но они мне так начинают нравиться, что я такой, блин, пацаны, пойдем поднесем. Я подношу, я понимаю, что они реально очень маленькие. Но мне нравится. И я там что-то просто торговываюсь и покупаю. И это была компания Power Wheels. А, да ладно. Да. Так, подожди, я думал, Power Wheels это ты. Нет. Изначально это питерские ребята. Ага. И они возили колеса из Японии. Просто бушку из Японии. Ага. Культовую, некультовую, стоковую, разную вообще абсолютно. И через какое-то время они в итоге перебрались в Москву и бла-бла-бла. В итоге я компанию-то купил. А, все. Я ее не с нуля создал. Я с ними начал как-то общаться потихоньку-потихоньку, как раз по теме этих. Полес. Я их восстановил. Это было, как всегда, очень трудно, муторно и дорого. Потому что, как и до сих пор в России, никто нормально не может прям идеально полировать, покрывать лаком, чтобы это супер жило и было, и блестело как хром. Соглашусь, потому что мне сколько раз делали, восстанавливали диски, потом лак все время пучился. Год откатаешься, одну зиму откатаешься, лак вспучивается такой, дядь. Да, потому что все эти полки, которые из старых дисков, они все уже проедены коррозией. И ничего ты с этим не сделаешь, сколько бы ты не хотел. Или у тебя они мутные, что не круто выглядят, или они у тебя круто блестят, но этот лак отлетит. Нету идеального. Я правильно понимаю, когда мы говорим про какую-то культовую классику, когда мы говорим про классические BBS, про классические ворки, какие-нибудь такие вот тачки, диски из 90-х, так скажем. Тоже ставные диски, раньше 2000-х, с полками блестящими, с какого-то цветоцентрами. А эта 4 у меня была такая шоколадная, и я покрасил в шоколадный цвет центра, все это, короче, собрал, все сделал, там болтики, не болтики. В общем, ляля, но смотрелся, это на самом деле смешно, потому что она очень высокая, очень маленькие колеса. Следующий этап это подвеска, конечно же, я покупаю какие-то кайловеры, опускаю машину и понимаю, что я не могу на этом ездить. То есть ты привык к нормальной машине, и тут тебя как бы вниз. И я даже не мог заехать, там первый детейлинг еще открылся в Москве, такой один из первых, Царские конюшни назывался. Он был в подвале, я в этот подвал даже, а сейчас посмотреть, ну то есть я сейчас езжу сильно ниже, чем, и всегда ездил уже потом, сильно ниже, чем тогда. Но даже тогда я не мог заехать в подземку, то есть меня там чуть ли не с досочками выталкивали еще тогда, хотя реально она была достаточно высокой. О, если я не ошибаюсь, ты же еще и BC Racing как раз представитель, это как раз винтовая подвеска. Да, 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 это тоже там целая история. Видимо, это тебя тоже натолкнуло, да? Не-не-не, там вообще смешно, понечаянно получилось. Я, по-моему, что-то куда-то написал, и со мной сконтачились сам завод-производитель, и я до сих пор этим занимаюсь только по одной причине, что завод-производитель не хочет работать с кем-то другим. Мы официально ее возим много лет, у нас сертификаты и так далее, и они общаются только со мной, а если кто-то хочет у них купить, они направляют или на меня, или на каких-то других там дистрибьюторов-дилеров. То есть в России у них нет контакта с иными людьми, только со мной. А я не хочу этим заниматься, у меня времени нет. Мне приходится просто для того, чтобы, ну вот есть потребитель, ему надо. Значит, ну, мы не можем ему отказать. И я так понимаю, что сейчас винты сильно меньше начинают заказывать. Вообще, вообще ни о чем. Ну, то есть это очень маленькие объемы, все очень слабо, никому это не нужно. Если раньше там мы говорили о том, что ими можно заменить стоковую подвеску, я полностью с этим соглашусь, но люди это не сильно понимают. То есть люди как-то в другую сторону. Слишком много, наверное, заменителей уже дешевых решений просто поменять, починить свою подвеску. Типа мрачного ТА-техникса? Ну, нет, просто сток даже поменять. Просто у нас-то была идея, ты вместо стока, когда у тебя все там отъебнуло, ты покупаешь колы и спокойно их внедряешь и катаешься, все, кайфуешь. У тебя нормальная работающая подвеска, фуллтапы там и так далее. Но не сработало, люди не хотят, не понимают что-то. Все думают, что винты это вниз, а прикол BC, что еще и вверх. А, да? Я могу заказать кастом у них, и они сделают тебе там на 2-3 сантиметра выше сток. То есть это и лифт, и вниз, и как хочешь, это кастом полный вообще, так же, как и диски. Странно, сейчас вот в интернетах, по крайней мере, очень много вот этих автомобилей, которые под сафари делают, и у меня есть очень дурная идея, как-нибудь купить Панаму Универсал и поставить ее на сафари колеса. Это хорошее. Вот чисто по приколу. Слушай, в Эмиратах есть прям целая тусовка, и у них там очень большие такие Porsche Fiesta, и там вот Каенчики. Каенчики, да, я видел там, я на пару ребят подписан, такой зеленый Каен есть, такой хаки зеленый прямо, и вот он его сделал. С желтыми фарами? Да, 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 оооо, как он выглядит. У меня была дурная идея только купить не 955-й, а 957-й, потому что я знаю, насколько они надежны в кавычках, хотя бы 958-й, там, не знаю. Это уже не то. Это уже не то. Ну, соглашусь. Это уже не то. Но вот эта история, когда я первый раз увидел 955-й сафари, я такой, да ну нахер, у меня просто, я такой, ваговский бог на меня снизошел. Бог насосдал эту красоту. Да, потому что ты, когда смотришь на 955-й, который просто едет в городе, он ничего, кроме жалости, у тебя не вызывает. Просто говна. Да, ты такой смотришь, думаешь, братик, что ты делаешь со своей жизнью, отдумайся, слезь с этого крека, ну, типа, надо чем-то другим заняться. И тут ты видишь 955-й сафари, и ты такой, блядь, он для этого был создан. То есть я помню вот этот цикл жизни Каена, когда он был сначала невероятно крутой, потому что это Порше, просто Порше паркетник. А потом, когда они стали уже, все поняли, какое качество, они начали потихоньку помирать, они вызывали только жалость и какую-то ассоциацию с ребятами, которые приедут сейчас в опросики кашлять, на очень низком уровне. Потому что только 3 литра масла все скинулись. На эту поездку. Да, да, да. Вот, и когда еще там блогеры начали их строить, Ильюха Стреколовский строил этот М48.50, по-моему, который Каен Турбо, там же все космос. Ой, блядь, я как-то начинаю вспоминать, но очень бы хотелось тогда, наверное, нет, все, надо замять эту историю, потому что это сейчас начнется кузов один, мотор другой, чтобы это еще ходило, а еще когда-нибудь я поеду в экспедицию. Я себе так чуть палатку на крышу не купил. Такой, думаю, я поеду на Кавказ, куплю палатку на крышу, и все будет в жизни хорошо. Потом глянул график, такой, нет. Не поеду. Не поеду, и также я отказался от дома на колесах, чуть не купил Гранд Калифорнию. Мужчина, поздравляю. Да, это стоило определенных усилий, потому что я такой, я же найду время, нет, я не найду на это время. Слушай, а вот возвращаясь к тюнингу. Ну да, собственно, могу дальше пойти чуть-чуть к истории, если это, то мы, нас будет шатать, я уверен. Согласен. Это болтовня будет надолго. Так вот, короче, в общем, вот эта вот вся А4, бла-бла-бла. Я ее покупаю и потихонечку начинаю ее делать. Вот диски, подвеска, там что-то какие-то диффузоры, решетки, выхлопы, чипы, салоны. Ну, короче, меня все, меня просто уносит. А на самом деле бустом-то было то, что я купил прям барабан, прям барабанище. А это же вак. А это вак, и туда можно все. Понятно, что к человеку, который что-то тебя включает, активирует, дооснащает, доделает. В общем, короче, за год, за один год, и из человека, который еле-еле накопил на эту А4, мне там совсем чуть-чуть лет было, я еще там в институте только вот, там какой-то курс, наверное, второй, третий. И работал я лет там с 15-16, зарабатывал бабки, потому что все, что давали родители, это там чуть-чуть напожрать, и больше ничего не хватает, а хочется кайфовать. Вот, и вот это мотивирует со всей силы, что ты делаешь, зарабатываешь, ищешь какие-то деньги, и за год я туда реально валил нормально бабок на тот момент. И я приезжаю на следующий вакфест уже как участник. И, по-моему, я получил топ-ауди, да. То есть я с первого раза с ноги туда ворвался. То есть прям вот так. А, реально, до этого у меня был стоковый прям Golf Air, и я его за год тоже делал, и что-то, короче, тоже получил на Golf Air. В итоге... Но этот Golf Air был не мой личный, это батин был. То есть это он там что-то себе хотел, я ему помогал делать. То есть это не моя была машина. У меня была А4, у меня всегда была одна. То есть это получается в 2013 году Golf 6R, это надо иметь очень хорошее понимание автомобилей и крепкие яйца. У него до этого была гора гольфов, особенно вторых. То он вообще вторые, по-моему, третьих, четвертых не было. Потом он купил один из первых шестых гольфов, 1,6 Палк, на котором ни разу, наверное, за все срок службы не работал Кандей, потому что он отъебал с первого дня. Ну, это самая неудачная машина была, у нее сломалось все. В итоге у нее двигатель слетел с опор, там вообще все было очень весело и модно. Хотя БСЕ, супернадежный мотор, восьмиклоп, он же еще не едет никуда. Первый. Он был вот... Вот только вышло, представили тачку, они заехали в страну, и вот он вот первую, одну из первых тачек купил, она была супер сырая, ненадежная, неудачная, и просто так вышло. Потом он купил ГТИ, пятый, собственно говоря, после простого, и потом вот Эрку. Ну, что-то тоже сам погонял, и что-то там дальше, я уже не помню, что у него было. Вот, поэтому я Эрку делал для себя, я на ней иногда катался, кайфовал, что-то тоже тюнил, интересно. А еще бы когда тебе там 20... Ну, она была, извините, стейч 2+, там, ва-па-па-па-па-па-па-па. Когда тебе 20-20 с хреном лет, и у тебя есть под жопой шестая Эрка. Синяя еще пойди, да? Синяя. Все как надо. Полностью перешитый коричневый салон, полностью, с синей алькантаровой крышей, да, там вообще мрак. Я в итоге купил два комплекта колес, когда у меня уже шестая появилась, от Ламборгини, от чего это было? От Марселага. Да, они разноширокие, перед 8,5, зад 11. И я поставил на 6,4,11, и на гольф просто в идеальный фитмент залетели 4 передние колеса. Просто так божественно. Это был самый стильный гольф, просто потому что там стояли оригинальные ламбовские колеса. И вот с этими кружками все-все-все ваговское. Вот прямо до сих пор вспоминаю, мурашки идут, правда. То есть идеально, ставишь резину, прикручиваешь на родные болты эти колеса и просто хреначишь. Они были очень крутые, и вид был вау. И там еще музыка какая-то была, в общем, там выхлопы, шмыхлопы. Короче, Амет там старался со всей силы. Амет тогда уже умел, я подозреваю. Амет тогда уже все умел. Он мне i4 шил, я же купил ее, там что было? Там было 1,8, и у них было две генерации 120 сил и 160 сил. А это был абсолютно идентичный мотор. Причем она на Россию 120 не поставлялась, а на Беларусь. Конечно, честно. И, короче, я брал 120, сразу Комету на вариаторе. У меня была такая только дористовая. Она была отрыганная, она тоже по стендс-фестивалям каталась. Но на тот момент она сработала очень хорошим рекламным продуктом. Хотя мне на самом деле машина нравилась. Я там собирал, устроил, но там прям на ней живого места не было. Но она мне досталась просто за 3 копейки. Чувак мне когда говорит, типа, вот за столько, я говорю, иди подумай, с женой переговори, чтобы ко мне потом вопросов не было. И по итогу ее забрал за 175 тысяч в свое время. Бля, кайф. Ну, это типа, у них там рынок начинал всего от 450. Ну, да, странно. Ну, там мотор, мотор у пизда была, коробки пизда была. Короче, по итогу, со всеми ремонтами, она мне встала примерно в 450 тысяч рублей. Из них 250 стоила коробка. Перебрать этот вариатор гребаный, да. Потому что в вариаторе никто никогда масло не менял в том. Офигеть. Да, мы там когда вытащили, там же фильтр меняется, он такой накручиваемый. И я вижу, что в корпусе фильтра трещина. И мы его потом разбираем, и мы видим, что там настолько давно не менялся фильтр, что он же на клею там сидит. Этот клей уже просто рассохся. И там фильтрик у тебя вот так вот. Но мы ее восстановили из пепла, потом на ней партнер покатался, он мне выкупил за 400 или за 450, я не помню. То есть сколько она встала, столько я ей отдал. Она еще пару лет поездила, а потом куда-то уехала. Наверное, сейчас где-то катается. Но в тот момент я понял, что вариаторы, они не перебираются нормально. Нет, вариаторы вообще мертвая коробка, это факт. Еще, по-моему, мне ее собирали, я на ней выезжаю, и она пинается хуже, чем я заезжал. Я такой, блядь, 200 тысяч вот она. Я говорю, пацаны, что такое? Ща-ща-ща там переделаем, переделаем. Шух-шух, что-то ша-ша-фа-фа. Я такой, да ёб твою мать, что происходит-то? Но по итогу сделали, да, все, она более-менее начала ездить. И как только она начала ездить, я такой... Да, цвета, да, не я. Да, у меня партнер такой говорит, я заберу. Я говорю, ты уверен? В себе или в ней? Я говорю, ну, смотри, ладно. Ну, она два года отъездила еще, эта коробка. Ладно, пацаны, ша-ша-фа-фа, красавчики. Ну, в целом, да. Но ты знаешь, что на вариаторах нельзя ездить больше 160 км в час? У тебя в книжке написано. Конечно. Я такая, а он ездил. Он, говорит, через два года отъехал. И я ездил, поверь, всегда. Мне вообще казалось, что оно настолько прекрасно, что у тебя там, когда ты 200 плюс хреначишь, у тебя оборотов очень мало, и как бы ты такой вообще на лайте можешь еще дольше, и больше, и сильнее, а в итоге ты вообще ее ломаешь. У меня какой-то период времени были S8 и D3. Знаешь, наверное, на V10. Да, у меня их было две. Одну я только сделал по технике полностью. Ехал в правом ряду, на меня чувак со стречки вылетел. А у S8 же там все очень плотно. И там любое ДТП. Конечно, с гармошечкой. Короче, чтобы понимать, насколько там плотно, у меня клаксон пробил два радиатора наглухо. А удар был там из разряда, я фотку где-нибудь найду, прикреплю, там просто у тебя капот гармошкой встал, и чуть морда разбита. Скорость удара небольшая была. А потом вторая синяя была, да. Но я вот ее в том году, по-моему, продал. Я ее полностью собрал такой, все. И я такой на нее смотрю, она по технике готова. Ты вот туда упал миллион, наверное. И я на нее смотрю такой, думаю, бля, сейчас еще вовнешку миллиона три совойдет на нахуй. До свидания. Да, но забрали довольно за хорошие деньги. Но я очень любил этот автомобиль, очень любил этот мотор. Ты каждый раз на нем выезжаешь, как в последний, что так всегда происходит. Ну, слушай, он хороший, у него звук, у него тяга вообще, настоящая тяга. Бархатная такая, да. Очень хороший. Согласен. Я даже в какой-то момент... Он не едет, но у него тяга. Не едет. Это точно согласен, потому что я потом уже когда покатался на машинах, которые едут хотя бы из пяти секунд, а она лучше ехала 5,4, но типа по современным меркам это уже... Это вообще ни о чем. Да, это никуда. Возвращаясь к тюнингу, у меня вот такой вопрос, потому что я вспоминаю, я так... Я не буду продолжать. Ну, давай чуть в другую сторону уйдем. Я никогда им сам прям сильно не увлекался, но я был всегда интересующимся наблюдателем со стороны. То есть мне очень нравилось ходить по автовыставкам, когда люди вот выставляют тачки. На тот момент я думал, что я тоже такое построил, но у меня не было финансовой возможности. То есть там у меня бизнес рос, и все бабки... Ты сам знаешь, что такое, когда ты зарабатываешь себе оборотный капитал? Конечно. Ты такой, а где деньги? Мы же заработали, а деньги где? Деньги в товаре, и когда ты начинаешь что-то понимать. Я помню, что вот тогда выставки прям это были целые какие-то определенные шоу. Я вот долгое время думал, что, наверное, раньше трава была зеленее, и мне типа казалось, что это прям какой-то разъеб. Как по твоему мнению, ушел ли куда-то автотюнинг в России? И если да, то куда? Да, это хороший вопрос. Ну, так выходит, что я в этой всей катавасии, в этих всех мероприятиях участвовал как раз вот с, наверное, 13-го года и участвовал. А сейчас участвуешь? Именно как участник. Сейчас не прекращаю. Ну, опять же, ну что такое сейчас и что такое участвовать? Я не строю машины. Я раньше строил тачку под это. То есть есть участник, когда ты приехал и поставил свою, вот как сейчас RS6, просто как вот она ездит и ничего не сделал, помыть только успел, поставил, и это уже красиво. Ну, насколько это возможно, красиво в рамках просто машины. А там это было что-то фантастическое. То есть тогда это был весь мир, это была вся жизнь. Это то, вообще, в принципе, ради чего я вставал каждое утро. Клянусь. То есть откуда вообще любовь и к машинам, и к тюнингу, и к дискам. То, что я сделал эту А4, и как раз вот оно все к тому идет. Я за год ее строю, за год влетаю. А мне почему-то захотелось. Мне просто захотелось этот топ. Не знаю, откуда это в голове такая штука была. Ну, просто захотел быть лучшим. Врываюсь, получаю две награды за две тачки. Я такой думаю, неплохое начало. И через две недели мне звонит друг, который работает в Ауди, и говорит, Ленчик, приезжай. У нас тут такая распродажа, от которой ты просто не сможешь отказаться. Я приезжаю, и он говорит, у нас скидки 30% на тачки. Да, да, мужик. 30. Скидки на тачки 30%. Ауди, новый, салон. Да, тогда такое было. Это были вообще суперкрутые времена. В общем, там был странный выбор. Там почему-то у меня мозгов хватило посмотреть на ТТ, двухлитровую. И ровно за эти же деньги стояла А6,7. И я просто, ну, понятно, что мозг-то все-таки вернул меня на место. Я сел в А6,7, новую, такую красивую, офигенную, внутри кожаную, супер богатую, крутую. Я вот сижу и просто думаю, бля, это предел мечтаний. И машина стоила 3,2, я ее покупаю за 2,050 на следующий день. А мотор там какой был? Три, компрессор, детка. А-а-а. Да, он своеобразный, конечно, но она была новая, извините. Первые 50 можно проездить, главное сильно не шить. Первые, после 5000 километров, эта машина уже хуярила на минке всех BMW. Мы уже отшиты Аметом в сопле с первых дней своей жизни. Я тебя умоляю, я на учет не поставил, я приехал в Рево. Уже просто пихать туда все, что есть. Тогда все вот эти решения, типа стейдж-один, выхлоп, впуск, там шкив, там все вот эти приблуды. Короче, мы сразу туда очень быстро, а, охлаждение мы туда на какой-то хрен запилили. Короче, наболтали мы туда больше, чем 450 сил. Да, 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 вот настолько было весело. И в тот момент я, во-первых, был самым счастливым человеком в мире, во-вторых, я был самым большим должником в мире. Вот. В-третьих, самая большая проблема не в этом. Самая большая проблема, что с первого дня ты хочешь все тюнить. У тебя показательно, ты за год умудрился как бы достичь своей цели. Значит, здесь, с чистого листа, ты еще не успеешь распродать всю хрень с А4, но тебе уже нужно покупать все на А6. И понеслось. Ну, тогда были такие грязные штучки из разряда новая машина. У меня, по-моему, была каска еще даже, поэтому мы попроводили все бампера и всякие мелочи по каске, сами их немножко притерев. Ну, все красиво. Получил выплату, купил S-Line. Молодо-зелено, как говорится. Да, да, чистый-чистый вакчик. У кого не было веселого детства. Конечно. Вот. Соответственно, сделали ее мощную и погнал. Ну, вот у меня в голове с этой машиной как раз вот это пошло. То есть это отчетная реальная точка большого тюнинга. У нее было, ну, какое-то сумасшедшее количество вариаций внешнего вида. Я думаю, что сетапов было 10 не меньше. Одной машины. Сначала просто какой-то S-Line, какие-то колеса сразу туда поставились. Там на каких-то хороших вылетах. Какая-то подвеска вроде туда интегрировалась. Ну, вот там первые какие-то маленькие шаги, когда у тебя совсем нет денег, но на унылом стоке без S-Line было не круто. Она была классная внутри, но внешне полная, прям, печаль. Вот. Потом, я уже не помню. Короче, была самая главная идея, вот так вот. Была самая главная идея, я захотел тачку на пневме. После колов я понял, что нельзя. Прям точно никак. И супер желание пневму. Была еще тусовка, по-моему, она называлась Rub and Roll. Rub and Roll. Это ребята, вот, первая тусовка, с которой, это уже потом LKM появилось, и все вместе взятое. То есть, первая российская такая, это Low Daily, конечно, была. А потом, вот, меня забрали к себе ребята из этого Rub and Roll, они сами устанавливали эту пневму. Я говорю, все круто, но давайте что-нибудь повеселее сделаем. Давайте там сделаем инсталляцию. Они такие, о, прикольно. А давайте то, давайте то. И я начинаю в голове собирать прям сетап-сетап. Как раз заказываю в Power Wheels колеса. У них лежал один комплект прям в офисе этих ламбовских дисков. Я говорю, а давайте еще. Ну, типа, я понимаю, что как раз мне нужно одноширокие на Audi. И они прям суперширокие, как будто все должно срастись и подойти. И действительно, нашли в Японии за какие-то суперадекватные деньги. Второй комплект. Мы с батей располовинились. Он на гольф забрал одни, я себе забрал вторые. На шестую. И прям все классно. Они туда влетели. Очень жесткий фитмент. Китайская резина Triangle, конечно же. Мы делаем пневму. Мы ее инсталируем вовнутрь. Это была первая серьезная, реально прям очень высокого уровня, крутая инсталляция. То есть, всю нишу лепили из стеклопластика, обшивали ее алькантарой, заводской оригинальной. Чтобы ты понимал, я там, я, блядь, во всем затрот. Как чокнутый просто. Брали оргстекло в виде решетки радиатора. Даже окантовочку алюминиевую на этой решетке сделали. Нарисовали соты. Пустили подсветку, которая подсвечивает. Ты открываешь, а у тебя подсвечивается решетка в реальные размеры. Мы снимали. Ну, не размеры, а пропорции реальные передней решетки. И соты горят белым прям. Ну, то есть, это просто выглядела чума. Весь багажник, весь в алькантаре. Пол в коже. То есть, да, из этого. Да. Мы сделали фальшпол из фанеры. Обшили реальной заводской аудюшной кожей. Сделали там ремни с люверсами такими. Ну, короче, просто это смотрелось. Супер круто. Супер. Там что-то на багажнике какая-то там хреновина такая с этим, с надписью Rub and Roll. Ну, в общем, все это было очень-очень стилево. Внутри что-то я уже перешить умудрился. И поставил просто S-Line. S-Line. И еще моя прям супер большая гордость была. Я не помню, в этот раз или нет. Я, короче, интегрировал первый в мире RS-6 пороги в А-6. А у нее же передние крылья широкие, задние тоже. Но задние легко дорабатываются, а передние мы там накладочки придумали тоже из стеклопластика. Вылепили такие симпатичные. Короче, это встало, это ее очень сильно занизило, расширило. Даже пороги. Они очень широкие были, реально. Относительно там седана. Седан такая же машина. С узкими крыльями и широкими порогами смотрелось реально офигенно. Выкрасили определенные цвета, покрасили эти колеса. И все. И, короче, машина готова. И через год внимательно. То есть я все опять за год успеваю. Мы чешем на как раз первое мероприятие. Это, оно называлось «Расизм». А, «Расизм», я знаю. Это же в Польше, по-моему. Да, в Польше. Это же очень уважаемое такое мероприятие в стендстусовке. И мы влетаем в топ. Да, детка. Я слышал, что Вава брал «Расизм». Я не знаю, там... В каком-то году тоже, да, приезжал. Да, на пятый год. Ну, слушай, брали за всю историю русские... Да нет, уже много. Уже сейчас-то потом много. Сначала первый брал Петя. Петя был. У него «Инфинити» была. Он себе купил «Воссон» и «ЦВ-5». На тот момент они только вышли. И вот он первый раз. На следующий год я залетаю туда. Потом на следующий год никто не залетает. А потом через год я на другой машине туда залетел. То есть у меня два раза «Расизм» выигран. И потом еще через год, по-моему, я был судьей там. А, да? Да, то есть в этой движухе просто... Я тебе говорю, я прожил в качестве. Она такая, довольно узкая. Так вопрос... Слушай, она сейчас очень широкая. Я могу тебе сказать, что да, там есть ребята, которые... Я тебе больше скажу по секрету. Мы сейчас собираем супер безумный проект в Эмиратах. Там один шейх собирает тачку нереальную. И они поедут на «Расизм» там выступать и дрифтить на ней. Ну, это пиздец. Это супер нетипичное. И мы вот сегодня снимали диски на нее. Я тебе даже покажу. Это, ну, какая-то очень дорогая машина, я подозреваю. Это какая-то пиздец, какая машина. Очень дорогая. Сейчас я... Ты прям заценишь. Охренеть. Я сам офигел. Верблюда заценили диски на эту тачку. И она поедет на «Расизм». Блин, кайф. На самом деле, я тебе краем глаза говорить не буду. Но это будет вот так. Жесть. Вау. Вау. Подожди, я пытаюсь понять, правильно ли я понял, что это за машина. Да, я правильно понял. Но это прям разъеб. То есть, это даже своего рода новый уровень, потому что в пропорции этого автомобиля внесена авторская история. Ты слышал такого чувака, Кайза? Может быть. Может быть. На Кайсана видел. Как-то. В Питере, когда он строил. Так. А это типа коллаба с ним, что ли? Да. Кайза – это чувак, который рисует суперширокие тачки. Кайза придумывает там расширение. Короче, вот он на данный момент самый популярный, наверное, вот в этом направлении интересных боди-китов, широких машин, стенций и всего. Самый популярный чувак в мире. Мы с ним как раз, когда я был судьей, он тоже был судьей, я его первую жизнь водкой там напоил. И вот сейчас мы с ним, мы встретились в Дубае в феврале и с Султаном втроем. А это Шин Сейхер Султан. Мы на троих, они там строили, уже делали машину. Я знал об этом. Мы давно это обсуждали, вот встретились и договорились, и вот уже произвели диски. То есть это оттуда еще тянется. Представляешь, это знакомство, которое привело к тому, что сегодня мы делаем на такую штуку колеса. Это же вопрос нетворка грамотного. Да, конечно. Но мы все это время в любом случае поддерживаем связь. Оттуда оно все это набралось. И когда ты приезжаешь, русский человек, в другую страну, когда приезжаешь побеждать, когда привозишь хорошие проекты, когда приезжаешь каждый год, когда люди видят твои успехи, в любом случае все друг на друга подписаны и следят. Ты проникаешься при любых раскладах. И если человек действительно делает что-то классное, ты, конечно, будешь что-то делать у друга, у знакомого. Всегда понятнее, правильнее. Но это как-то ближе тебе. Не всегда это на самом деле правильно. Очень не всегда. Чаще не всегда. Чаще не всегда. Но оно вот как-то все равно притягивает, и ничего ты с этим не поделаешь. Мне кажется, особенность нашего менталитета. Конечно. Мы готовы доверять только близким. Особенно, что касается автомобиля для мужика в России, это очень интимный момент. Сто процентов. Я боюсь всегда нового в этом плане. То есть я вообще там побегал черт знает сколько лет по всей Москве в поисках ремонта машины и обслуживания и так далее. И вернулся к Амету. И теперь у него там просто живу, каждый день с ним общаюсь. И причем просто классно общаемся даже. Вопрос вот про тюнинг-тусовку. Я так понимаю, что если мы говорим про мировую тюнинг-тусовку, то она наоборот разрастается. То есть это наоборот набирает обороты. И сейчас ренессанс автодвижа, так скажем, на Западе в каких-то странах. Просто безумно, безумно. Все летит в разных странах. Эти страны пытаются создать свои мероприятия, пытаются создать тусовки. Все масштабируется. Автопроизводители это начинают поддерживать. А, даже так? Абсолютно точно. Все мероприятия... Вообще, ну, чтобы хоть чуть-чуть окунуться в автомобильный мир, нужно просто приехать на год в Дубай. И просто на полгода. И охереть от количества мероприятий. Каждый выходной, то есть два выходных в неделю, можно посчитать субботу, субботу, субботу. Каждый из них по два, три, четыре, пять мероприятий полгода подряд. Не прекращая. Разного уровня. Разные вообще вещи. Тусовки, маленькие, большие, закрытые какие-то. Это типа а-ля какой-то Cars and Coffee, либо это прям полноценная выставка. И так, и так, и так, и так. То есть вот в один день ты всегда куда-то попадешь. Я понял. Потому что там суперразвито. И я говорю, там участвуют и автопроизводители, и большие какие-то компании. Все готовы это спонсировать. Всем это интересно. То есть развитие безумное. В России, ну, сказать то, что ее нет, ну, это, наверное, даже мало. Ее вообще нет. Я не знаю, почему. Я, конечно, может быть, там могу, можно сказать, я не в трендах, старый и все дела вырос из этой истории. Но, блин, давай будем честными. Тусовка и стенс умерли. И умерли они, когда, ну, глобально прекратили это делать мы. Но после этого все реально загнулось. Вот у нас именно вот в формате, допустим, красивых, реально красивых машин, круто доработанных, не там с точки зрения, купил супердорогую тачку, ну, там, я не знаю, вот как сейчас я, что я там сделал? Блин, колеса, машина за херзаные сколько денег, и подвеска низкая. Ну, это не тюнинг. Это полная хера там. У меня полностью стоковая машина. Ничего с ней такого невероятного нет. Надо от самого себя без этого. За тебя уже, кстати, очень хорошо постарались инженеры Audi. Конечно. Потому что R6 в C8 кузове в стоке выглядит просто завали ебало. Ну, типа, самый красивый универсал всех времен. Я вообще считаю, до сих пор самая красивая машина, которую можно просто себе купить, если ты не хулиардер. Панама универсал еще. Очень люблю. На голову Нигеру. Ну, тут уже пошла как раз кусавчина. Слушай, да не-не-не, Панама круто, классно, но она себе чуточку изжила уже. Ну, то есть, она все равно старее, чем R6. Она старее морально, она старее физически. У нее не хватает тех черт, которые могли бы сказать, что Панама разъем. Панама крутая, но рядом с R6 Панама меркает. Я бы выбрал, наверное, Панаму, потому что, честно скажу, вот я несколько раз подходил к R6. Сначала это начиналось с C7 кузова. Я пару раз что-то поездил на ней. Такое, вроде прикольно. И чуть у товарища не купил. Она на стаге 2 была, на небольшом пробеге. То есть, все, что надо. Единственное, что она тогда была дорестовая. Я что-то пару раз поездил такой и отдал. Он говорит, что такое? Я говорю, что-то не то. И вот когда C8 уже вышла, я на ней прокатился. Вроде едет, вроде все хорошо. Но как будто бы я, вполне возможно, не с той стороны к машине заходил. Нет. Я от нее ожидал каких-то прям эмоций. Это сейчас я тебе расскажу. Не забудь меня вернуть к выставкам. Но я тебе расскажу. Это было весело. Забудь мы надолго. Короче, как все происходило. У меня была C7. Я понимаю, что мне нужна новая машина. И я понимаю, что что-то какая-то возня. И я купил 23 февраля машину. И через 5 часов у нас началась спецоперация. Чтобы ты понимал, насколько было весело. Да, 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 вот так. Я ее купил до повышения, до всего-всего. Вот за 5 часов до всего. Вот. И отжал еще пару лямов у дилера. Они меня ненавидели. Я с Эриком туда приехал. И мы отжали у них реально тачку. Очень вкусно. Очень хорошая цена. Ну, типа, я сейчас дороже продам прям точно. Отъездив хер знает сколько уже. Вот. Короче, я ее купил. У меня еще оставалась C7. А C7 у меня прям боец был. То есть она была очень низкая. Она злая. Она громкая. Она просто бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Едет, она жрет все. И я привык к тому, что вот у меня машина, она злая. Она настоящая РС-6. Я сажусь за это и такой, еб твою мать. Что это за хуе-то? Что, мать твою, за C7 мне подсунули. Ну, это реально Q7. У меня было такое же ощущение. Именно. Именно. Это все просто проблема одной прекрасной вещи. Короче, я прокатался на этом... Ну, полгода я на Q7 на этой прокатался. Я долго продавал C7, поэтому каждый день я ездил на Q7-C8. И когда я хотел кайфовать, я отсадился за C7 и просто... Это просто... Супер. То есть, именно прохватить, именно получить эмоции, это была новая тачка. Ой, новая тачка. Это была C7. А новая РС-6 была на каждый день просто как вот этот чертов не крутой под жоп. И я ее хейтил. Жутко. Постоянно. Я всем говорил, что это кусок говна неинтересный, не дающий эмоций, испорченная машина. Да, внутри она вау. А внутри она просто шедевральна. Она снаружи шедевральна. Да. Но ощущения она не давала никаких. Как будто вот болевота. Она не звучала никак, но ничего не давала. И в итоге ты просто тратишь 160 тысяч рублей, покупаешь блок занижения и просто, мать твою, занижаешь тачку на столько веб-неме. Я тебя могу прокатить, просто за 3 копейки ты берешь и делаешь из нее далеко не, ну, точнее, совершенно не хуже машину чем T7. Она валит теперь. Ты ее просто занижаешь. Это пиздец. Она устойчивая. Она рулится. Я знаю, да. Она жесткая. Она четкая на дороге. Ты просто можешь ввалить неистово и получать безумное удовольствие. И вкупе с задней подруливающей осью ты ебешь BMW. А, да? Она бы и проезжает? Да, она что хочешь ебет в повороты. А, я понял. Прекращай. Просто подрулька и до свидания. Да. Как бы это все понимают. Я чуть не взял себе C8. Очень зря не взял. Должен признаться. Хорошая машина была на фулл жире. Все хорошо. И мы что-то на ней прокатились. Вот она в стоке была. И мой главный критерий, да, как говорят классики. Мне на 20 вообще не страшно. Я еду вот так вот. Ну, да. На 25 мне тоже не страшно. Я еду вот так. И я товаре еще говорю. Давай садись в Cayman. Он типа умеет автоспортом заниматься, умеет рулить. Я говорю, ну, помни, что у нас зимняя липучка. Мы на заднем приводе. Есть нюансики. Он такой, я понял. И мы едем. Он в Cayman едет километров 90. Говорит, ебать, что так страшно? Я говорю, вот в этом прикол. Типа я могу ехать в рамках правил дорожного движения. И получать удовольствие. И получать удовольствие. Вот если расценивать C8 с точки зрения того, что как это очень красивый дейли-поджоп, у которого есть опция улететь в космос, тогда, наверное, это да. Вот. А я ее как бы расценивал как ультимативную. Потому что в моей картине мира комфортный дейли-поджоп, который может улететь в космос, это S8. То есть потому что в моей картине мира у S8 скорость это опция, у RS6 скорость это ее УТП. То есть вот типа ты ее берешь, потому что она может. Нет, слушай, я был на этой машине много уже где, и в том числе в Грозный ездил. И, блин, я тебе скажу, что она супер теперь универсальна. Теперь, теперь. Внимание. Как бы ты просто жмешь кнопку комфорт в... Как это называется? Ну, я понял, да. Трайв селекте. И она у тебя поднимается сама. Она у тебя мега мягкая. Она у тебя супер комфортная. Она закрыла заслонки. И у тебя сток. 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 А, ну то есть прям выхлоп как стоковый. Вообще все пропадает. Это же идеальная тачка. В этом плане, да. Вкл-выкл. Ты просто едешь. Я выезжаю из дома, у меня там хреновая дорога чуть-чуть. Я сначала выезжаю и заезжаю вот на комфорте. Ты такой, блин, дедушка вальяжный. Выходишь на трассу. Спорт. Все открывается. Там сатана просто просыпается. Вот так. У меня сатана в чаймане просыпается, потому что у тебя же еще мотор в салоне с тобой. Это понятно. И он там, я так... Это очень удобно, кстати. Я такой, так, этого скрипа не было. Едем на сервис. Такой, приводной ремень, что ли? Ролики приводного ремня? Ну, а когда я первый раз сел, я помню, что я охерел в каймане, я слышу, как гидрики работают. Я такой... Бля... Так. Типа, все в порядке, не в порядке. Нельзя вообще. Я звоню товарищам и говорю, типа, пацаны, что такое? Он говорит, он у тебя звучит, как ведро с болтами? Я такой, да. Говорит, значит, с ним все в порядке. Как только он перестает звучать, как ведро с болтами, любой Porsche. Конечно. Значит, все. Конечно. Ему сразу же трындец. Сто процентов. Вот. Я понял, что про автотему, про тюнинг ты можешь рассказывать. Вообще, абсолютно вечно. У меня вопрос все-таки, знаешь, какое... Про мероприятия. А, вот по поводу мероприятий. У меня какая теория есть, позволь в брошу. Вот ты говоришь, что после пандемии все закончилось. И в моей картине мира, мы недавно стояли на граунде, разгонялись с пацанами. Типа, все говорят, что там не очень-очень, одни жиги и так далее. Я говорю, ну, дядь, смотри. До 2020 года, там, да, особенно до 2014 года, стоимость тюнинга была доступна очень многим. А сейчас стоимость в постройку нормального проекта, это, ну, там, типа, давай так, более-менее тачка будет, наверное, 2 стоить, да. Построить ее еще более-менее, мы проигрываем, вот просто посчитай, колы, резина, колеса, просто вот, самая базовая, это уже под 700 тысяч. Да. Сейчас, нынешними ценами. И в моей картине мира просто, ну, это недоступно пока что, с точки зрения финансов. Не согласен. Так. Нет, то, что ты сказал, я согласен. С тем, что можно по бичу что-то делать, я тоже все равно считаю, что можно. Вот. Вот, соответственно, наверное, самая главная проблема, которую я вижу, люди перестали, наверное, ценить культуру. Люди перестали ее видеть, но еще больше, люди, которые эту культуру куда-то вели и двигали, выросли. Это тоже важный момент. Вот и все. Да. Вот и все. Боря в Лондоне, ему нахер ничего не надо. Я диски произвожу, мне нахер ничего не надо. Те люди, которые в это игрались, тупо выросли. Мы, я клянусь, я очень хочу туда вернуться. Это просто были волшебные годы. Это годы счастья. Я вспоминаю с невероятным удовольствием, что мы делали, как мы делали, как мы готовились к этому всему, как мы к этому относились, насколько мы были сумасшедшими и насколько наши там решения, которые мы принимали, они были вот ради чего-то, ради идеи. Этих идейных людей просто больше нет. Я думаю, что это, знаешь, вот такая история, однажды там эти британские ученые, коллегия британских ученых, и тут выходит такой старый ученый, представляешь, что такой 90-летний, его прям все потряхивает, и он начинает зачитывать там цитаты. Типа, наше поколение, оно не сможет передать те ценности, которые мы сделали, потому что оно распиздяя, и они все просрали, и так далее. И таких цитат порядка 10 штук. И там вся вот эта коллегия встает, начинает хлопать, стоит, и такие, да, вот наше поколение, оно молодцы. И он начинает читать первые цитаты, пятый век до нашей эры. Потом, типа, третий век нашей эры. Мне кажется, знаешь, в какой-то момент мы точно все вырастаем, и нам очень сложно передать вот это вот, это такая ревнивая штука, да, когда ты передаешь вот эту вот часть своей жизни, да, вот новому поколению. Кому-то. Да, а у тебя свое видение, оно уже сложилось, типа. И я думаю, что пацаны, которые увлекаются тачками, они просто сделают по-другому. Мы точно будем пиздеть, нам точно это будет не нравиться, они будут говорить старые, ебаные, зазнавшиеся деды, и лет через 10-15 они окажутся на нашем месте. Так же жизненно и выглядит, то есть, типа, ты не понимаешь своего отца, пока сам не стал отцом. Это факт, я с этим согласен, но пока что на лицо мы видим отсутствие тюнинга, ну, тюнинга в виде красивого, хорошего тюнинга. У нас сейчас тюнинг заключается в том, чтобы поставить тонну китайских ублюдских обвесов и попкорн себе сделать на 2 литра сраной BMW, и все. Ну, как бы реально. В кузове обязательно. В кузове, да и в любом кузове. В моем любимом, надеюсь, теперь скоро. Вот. Ну, то есть, я тебе еще немножко окуну, чтобы ты вообще охерел, что мы делали. И мы, когда сидели, вот то, что я начал, я очень жалею, что в те годы я не снимал, что мы делали. Я сейчас, я тогда думал, что это не нужно, я всю жизнь думал, что это зашкварно, я всю жизнь думал, что ходить с этой камерой, что-то делать, это какой-то, фу, вообще, обезьяна, да, 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 вот прям мартышка. И я это очень не любил, никогда меня снимали, но хотя, как, там, в какой-то момент я начал в инстаграмчик снимать сториз, которые при, там, двух тысячах подписчиков в тот момент набирало 20 тысяч просмотров. Ага. А, пересылали, потому что, видимо. Я не знаю, люди следили. И я очень жалею, что тогда мы не снимали на YouTube, потому что это был бы взрыв, и сейчас это был бы один из самых интересных YouTube-каналов, я уверен, потому что начиная тогда мы продолжили бы это 100%. Ну, как бы, как жизнь повернется. Что мы делали, собственно, в итоге-то? Мы строили машины. Но мы, если их строили, то строили жёстко. То есть у меня после А6, когда я там всё сделал, мы поехали по русским, ну, нашим всем фестивалям, я на каждом всё забрал, что можно, по пять наград на каждом. То есть вот всю страну объехал, всё поимел, всех победил. Вообще, это был прорыв, не было такой машины, она была просто номер один. Именно по глубине проработки того, что мы делали, но она была свежая. Понятно, что я никогда не готов был конкурировать с чем-то более старым, с чем-то более классическим, с чем-то более, там, который 10 лет люди восстанавливают. Понятно, что она лучше. Я и сейчас это понимаю, и тогда это понимал. Я конкурент среди своих конкурентов был. И тогда я просто сказал, там, людям как-то, по-моему, Drive 2 был сайт, я там писал очень много про доработки. И мы там, в топ влетал всегда. У меня была машина, по-моему, там, одна из тех, у которых меньше всего записей, но больше всего рейтинга. Ну, то есть не вот это вот, сиськи жопы и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, вот эта агрессивная сексуальность, она сейчас не работает с точки зрения маркетинга. Да, она и тогда не работала, но люди пытались. Ну, ладно, это всё хрень. В итоге, я такой, типа, говорю, ребят, мне всё, ну, свою я делаю, окей. У меня есть энергия, желание строить проекты. Вы видите, как я умею, давайте. Это было не финансово вообще неинтересно. Я знаю весь тюнинг, он неинтересен финансово в России. Это просто было, мне хотелось. У меня было ощущение, что я могу строить лучше. У меня была одна машина, она уже прогремела, второй раз она не прогремит. Я её делал всегда только для себя. И я понимал, что, ну, нужен кто-то, кто в это вложит, а я, чтобы кайфовал и делал. Просто ради своего удовольствия, что я могу как-то там. Вот. И нашёлся один человек, его звали Армен, у него была седьмая, и он сказал, мы идём в Абанк, делай всё, что хочешь. То есть у меня реально был, вот, all-in полный вообще. Мы заказывали колёса, мы там делали тормоза, мы её перешивали. Мы с Клинчетом, тогда ещё была такая компания Клинчет, она делала расширение. Мы договорились, что они мне сделают два комплекта расширения. На А6 и на А7 мы планировали их обе white body сделать. Всё-таки у меня было желание на А6 ещё раз стрельнуть, и я мог. У меня до сих пор это расширение лежит, я его так и не поставил. В общем, мы создали, мы сделали какие-то расширения на А7. И у нас, вот, теперь самое интересное. Ты строишь машину, ты строишь её потихоньку, у тебя есть сроки. Но у тебя есть, вот, внимание, да? У меня, правда, у меня какую-то часть жизни, главный день был, ни день рождения, ни Новый год, ни что-то ещё. Сука, вакфест. Мы к нему готовились так, чтобы ты понимал, что за неделю мы уже не спали. Ну, то есть, когда вот кто-то пытается приготовиться за один день, там, что-то надоделав, мы за неделю жили в серваке, мы за неделю набирали энергетов, мы прощались со своими семьями и просто оседали. Я клянусь, так и было. Обвес опаздывал жутко. Мы получили какую-то пробную версию. Ну, то есть, ты сначала получаешь пробник, ты его ставишь, там, проверяешь и так далее, потом отдаёшь на производство, тебе допиливают его в идеал и дают нормальный продукт. Мы получаем, я не помню, за неделю, за 10 дней, там, вот этот обвес. Начинаем его на машину ставить, а у нас как бы в планах, извините, поставить обвес, его доработать и перекрасить её. И мы ещё под это всё должны поставить колёса в итоге. И там она, чё-то она вся перешитая была, пневма уже стояла на ней. И ещё это был 3 литра дизель, на которой мы вкорячили, внимание, битурбо. Ёб твою. Да, вы упарывались по мрачному. Вообще мы конченые. Мы творили полную херню. Это там сращивал один человек, в итоге он так и не срастил к поездке в Европу. В общем, сейчас расскажу. В общем, ну, ладно, это всё мелочи. Самое-то интересное в том, что вот мы пытались это всё дело покрасить, поставить, собрать и так далее. И отделалась покраска в официальном дилере Peugeot Citroёn. И здание официального дилера, там стоит эта машина. Весь дилер, весь сервис, все занимаются попытками что-то с ней сделать. Всем интересно. Просто на энтузиазме. Времени нет. Они пытаются там это как-то где-то что-то красить. Потом, блин, я не помню точно. Но, короче, в какой-то момент мы понимаем, что всё, тайминг, привет. Мы реально начинаем ночами не спать. Толпой вот этой всей что-то пытаться собрать и сделать, и успеть. Остаётся два дня. Мы понимаем, что тайминг такой, что реально там вот прям минуты-минуты будут до того, чтобы мы успели, ну, чудом, в общем, и ночами, если работать, и днями, и всем. В последнюю ночь или, нет, наверное, за сутки мы вот красим, уже только красим за сутки, только красим. Да, всё стоит, мы красим её, всю красим, красим, красим. В ночь у них отъёбывает компрессор, мы едем на каком-то такси ко мне, чёрт пойми, куда у меня в подвале была шинка, вытаскиваем оттуда компрессор от шинки в ночь, запихиваем это в такси. Я не знаю, как таксист согласился вот такой компрессор запихнуть, грязный, оттуда выливается по пути, когда мы вытаскиваем из подвала руками, а он весит нереально просто. Да, я знаю. Много. Вода ржавая, захерачивают мне офигительные кроссовки, я до сих пор помню, мне жалко их до безумия. В общем, мы и в такси везём огромный компрессор, привозим, подключаем ко всей сети этого дилера, официальный дилер, подключаем компрессор и продолжаем красить. Пиздец. Это было жёстко. В общем, да, продолжаем красить, что-то делать, пытаемся её собрать и в реальности мы в состоянии коматоза, меня отпустили, я помню, домой. Это было ночь или самое там 5 утра дня фестиваля, я беру чью-то машину, еду домой, моюсь, возвращаюсь обратно, переодевшись, и мы садимся и приезжаем где-то к часу дня на фестиваль. Мы её собрали, вот-вот-вот так, и вот такие штуки нас преследовали потом годами. То есть как мы эти машины делали, я это всё снимал, по-моему, на сторис частями, да, или ещё её не снимал. Но мне очень жалко, что я не мог передать это, очень жалко. Эти эмоции, эти там практически слёзы, ругани, как ребята ради этой идеи, почему нет стенса, почему нет тюнинга? Потому что ради идеи никто не готов был на эти жертвы. Никто. Ну да, вполне возможно, потому что фанаты такие раз в поколение, раз в несколько поколений появляются. Это был самый эпик, ты понимаешь, мы приехали, шоу замерло, это факт. Шоу замерло, то есть Volkswagen Fest просто замолчал. Мы приехали, и все просто собрались и увидели это чудо. Ну то есть тогда тачки на расширение была редкость, а такое кастомное не было ни у кого и никогда. Потом я собирал H6 Allroad, не свою, на своё же расширение. Со 7-й мы поехали как раз в Европу, мы выиграли один Fest в Польше, проехали полу Европы. Приехали на второй, на расизм, его тоже, собственно, выиграли, в топ влетели. Я ехал на 100 с чем-то лошадях, у меня не работало ничего, у меня, короче, машина. Когда ты доезжаешь до 100 с чем-то лошадях в час, в натяжечку, она включала этот, как его, безопасный режим, или как это называется? Да-да-да, ограничение мощности. Да, ограничение мощности, и ты едешь на супер овощи, пока ты её не перезагрузишь. Мы ездили, пересекали какие-то горы из Польши в Словению, что ли, или что-то такое. Короче, ты в гору, когда хреначишь, без вообще мощности, это было очень весело на этой широкой тваре. Ну, судьба прикольная, мы на ней в Сочи доехали, то есть я везде ездил сам, я обожал это дело. В Питер ездил, в Сочи ездил, на этой седьмой всё проехал. Потом аж шестую делали эту, тоже 3.0 компрессор, она там под 500 сил вообще была, уже дистайлинговая, классная. Там тоже история постройки ровно один в один. Мне кажется, любая постройка глобального проекта, это всегда вот такой путь боли. Прямо страдания, превознемогания и так далее. Также ставим из говна и палок тот же кит, который вот ещё не кит, а вот сырой. Также последние ночи, также неделю. Там было вообще весело, у нас колёса опаздывали, мы её кое-когда делали. У нас опаздывали колёса, они летели из Тайваня, тогда ещё в... в эту, как её, в Финляндию, оттуда в Питер, из Питера мы самолётом доставили это во внучку. И во Внуково мы приезжаем на этой машине с резиной, вызываем шиномонтаж выездной. В 5 утра мы встречаемся там, забираем из аэропорта к диске в 5 утра пятницы. В 7 мы за 2 часа всё собрали, поставили прямо на парковке Внуково и выехали во Вроцлав. И в 10 вечера со скоростью средней где-то 250 мы не остановились ни разу. Мы почти не ссали, ничего, то есть мы просто херачили. Мы остановились один раз, когда меня менты белорусские ебали, вот, и долетели, в 10 вечера были во Вроцлав. То есть всё, мы успели, всё хорошо, да, то есть второй раз. Третий раз был сильно труднее, мы собирали ГТР на пандемию, бля, ну там доработок было, если тут доработки жёсткие, то... Я видел ГТР на пандемиях, это прям очень красиво и очень тяжело, прям видно, что там... У нас был кэнди-цвет, то есть кэнди красит несколько человек в стране, чтобы ты понимал. Мы его полностью кэнди, у нас было кастомное внутри салона исполнение пневмы, она сзади на распорках стояла на этом... Я видел этот ГТР. Да, полностью кастомная лавка сзади сделанная, вообще очень трудная, очень крутая. Ну там вся машина супер кастомная. Да, она же и в Питере тоже выставлялась, эта машина очень видно. Я её везде покатал, там было ещё веселее, я на ней ехать не хотел, потому что я был... Ну я до сих пор уверен, что ГТР не доедет до Польши, но мы все понимаем, что это совсем другой уровень обрыги, которая столько не проедет. Если Ауди, ну и всё хорошо, то здесь нет. И мы её собирали... У нас в какой-то момент из-за чего-то отрыгнул, отписалась коробка от двигателя, мы приехали к Гоше Турботэч, он нам как-то это сделал, как-то связал-привязал, красавчик, но я думал, что мы уже не уедем. И мы параллельно договаривались с... Это всё вот два дня до выезда или один день до выезда. Мы договаривались, мы хотели на лафете повезти, чтобы была машина, машина владельца была, это Мерс ГЛ старый, ну предыдущий вот этот. И мы нашли, сняли какой-то прицеп, а для прицепа нужны определённые права. И ни у кого этого нет. Мы сначала думали, что хрен с ним, я поеду, как-то отбрыкаемся. Нет. В общем, пытаемся какие-то доверки делать, находить человека, находим его реально прям в день выезда. Мы находим человека-водителя. Мы какие-то доверенности непонятные успеваем делать. Там владелец 10 раз соскочил, говорит, всё, я ничего никому не сделаю, не надо ехать, у вас ничего не получается. Я вижу проблемы, говорю, нахуй идите все, мы едем. В общем, мы выехали в обед, что ли, пятницы туда. Нас водитель довёз до Белоруссии, до какой-то деревни. Мы ехали в деревню, приехали, вот у меня есть фото, ГЛ, Лафет, ГТР. И разваленные деревянные дома в поле в белорусском. Бля, это просто так круто было. Блин, снимать никто не поверит, что мы это делали. Там пересел за руль другой чувак, старый какой-то там мужик, такой странный. Короче, он сел за руль и повёз нас в Европу на нём. По пути пневма сдувалась, отъебала мне порог, но он там что-то треснул, отошёл. Я уже не помню, какие-то такие проблемы были. Короче, беда в том, что приехали мы с такой скоростью в Польшу под конец первого дня субботы. Мы опоздали. Опоздали на всё. Мы опоздали на соревнования. Я опоздал нормально судить, а я ещё судьёй туда тащился. В общем, это был прям эпик фейл, очень жалко. Понятно, на следующий день все это увидели. Понятно, что ко мне потом подошли все и сказали, что это что-то просто помрачительное. Понятно, что мы потом это всё там фоткали, снимали. И это действительно прогремело очень сильно. Но такого там не было. То есть это был первый пандемный GT-R в Европе. И это был супер уровень. Но приключения, конечно, жёсткие. Насколько я знаю, GT-R вообще не самая надёжная машина. Очень интересная, очень весёлая, но которая постоянно тебе что-то выкидывает. Ты должен понимать, что ты в ней живёшь, конечно. Да. Сто процентов. И вот этот вот перфекционизм, я так понимаю, он тебя привёл к производству. Мне очень интересно послушать, как тебя затащило в производстве. Потому что я такой, ну типа я знаю Power Wheels, ребята возят диски. Ребята занимаются диски, ребята занимаются стенсом. И ты такой, хуяк, станки в России делаются кованые диски. Я такой, это, блядь, как? Как ты до этого дошёл? Потому что, на мой взгляд, это довольно смелый шаг с точки зрения того, что я уверен, что это оборудование стоит, ну, далеко не дёшево, мягко говоря. Непонятный рынок в России. Есть какие-то мировые производители дисков там из разряда, не знаю, HRE, что-нибудь вот такое, да? Которые стоят абсолютно запредельных денег. Сейчас я даже не представляю, сколько они стоят с нынешними курсами и доставками. И тут появляется вот наш утечественный аналог. Как это вышло? Смотри, мы долго, ну, то есть начали с того, что я купил компанию, я занял кучу денег, купил компанию. Это было самое тупое вложение в моей жизни, самое провальное, самое дебильное. Оно не стоило и 10%, но так вышло. И я ещё это сделал, и через месяц или меньше, две недели, это конец 2014-го. Ты помнишь, что было? И я был большой тигр. Вот, мы проработали, продавая бушку, пытаясь что-то как-то выживать. Года три всё это было в минус большой. То есть компания работала прям в минус. Я её пытался тянуть на том, что есть, пытался сделать так, чтобы она выживала. Пытался найти себя, найти, чем заниматься компанией. Мы начали возить, чуть-чуть переформатироваться, вот, с учётом моего хобби, в новые диски японские. Начали много оттуда возить, действительно, хорошо. Ворки уже, по-моему, возили в том числе. Ворки, да, мы там вышли на производителя, который давал акционные цены. Мы сотнями комплектов возили по акции. Барян же у тебя как раз, по-моему, ворки покупал, на что же он покупал, я не помню. На М2. А, на М2, да. Я, причём, помню, такие, блин, Лёня, Лёня, там, я помню, у них с Федей, они сидят у себя там в офисе, такие, блядь, блядь, ворки, за такие, мне ворки, тебе ворки, всем ворки, блядь. Два или три комплекта, по-моему, ворков купили. Да, да, да. Я сижу, он говорит, тебе ворки нужны. Я говорю, куда, блядь, никуда. За такие деньги все их хотели. Это было очень дёшево и очень круто, это правда. Потом мы начали как-то потихонечку выходить на рынок Америки. Я в него не верил. У меня всю жизнь было понимание, что диски могут быть только японскими, это качество, это круто, это, да, мы там пинаемся, наверное, вот, что это единственная страна, где реально делают качественные диски, всё остальное это полная шляпа, что не бывает кастома, что не бывает не серийки, а у япошек это серийка, огромные заводы, пароходы и так далее. Но потихоньку и ситуация меня сломала, и я как-то шире начал на это всё смотреть, и у меня получилось договориться с Ашерье как раз, а это топ номер один в мире. И я договариваюсь с Ашерье. Они до тех пор номер один в мире, да? Да. И они меня делают дистрибьютором. И с этого момента начался какой-то такой маленький мир больших дисков. Ко мне начали приезжать люди, у которых есть много денег, и я начал понимать, что надо делать, чтобы работать с людьми, у которых есть много денег. Понятно, параллельно мы занимались БЦ, параллельно у нас была компания, мы производили пневмоподвеску, что только не делали, лишь бы выживать. Но с дисками вот появилась Ашерье, потом я ещё начал работать с тайваньской одной компанией BC Forged, это и есть завод BC Racing, это одно и то же. Вот, очень классная, очень хорошая компания, очень хороший продукт, мы много их возили. Потом мы стали дистрибьюторами ADV1, да, и вообще как-то завязались с америкосами, альтернатив не было, все хотели что-то классное, крутое. И я для себя понял одно, что если человек пытается что-то выкраивать и пытается смотреть в сторону чего-то дешёвого, то ты просто замучаешься с этим человеком всегда. Абсолютно. И поэтому, если у тебя есть возможность работать с людьми, которые просто хотят и могут себе это позволить, значит это прекрасно, надо с ними и работать. Потому что здесь ты будешь работать не только ради работы, а во-вторых, ну уровень этих людей, они интересные, они классные, с ними интересно, понятно, приятно общаться. И понятно, что они начинают приносить тебе какой-то доход. Тебе нужен доход, ну в моём случае это было не для того, чтобы там жаровать, а для того, чтобы эта компания наконец-то вышла из минуса. Соответственно, потихонечку-потихонечку у нас появились объёмы, у нас появился хороший продукт, мне стало за него не стыдно, мы всё попробовали, мы начали его пиарить, мы начали как-то в стране, опять же, да, появился игрок, который не просто что-то делает и что-то может, а игрок, который пытается это, ну я не знаю. Популяризировать, мне кажется. Наверное, популяризировать правильно. С точки зрения культурного, культурного слоя такого, знаешь, типа популяризации именно культуры. Да. И в этот момент, в какой-то момент, наверное, 18-го года в России появляется слово кастомные кованые диски. Они были, они были, ещё товарищ Давидыч когда-то на M5 E60 свою тень делал диски в России. В Екатеринбурге, там есть очень хорошее производство, которое сделал ему тогда, но почему-то никому это не зашло и не пошло. Как бы кто ни пытался, ну почему-то тогда, наверное, было просто не время. Оно работало, оно делалось потихоньку, мало кто об этом знал, мало кому это было интересно. И вот где-то в 18-м, наверное, в 17-18-м году началась такая история, что, а, пошли подделки под Аширье, АДВ, под все американские бренды. Пошли подделки. Эти подделки наглым, абсолютно ужасным образом, там, один персонаж по всей стране продавал через кучу-кучу-кучу посредников. Просто в нереальном количестве, и когда оригинал стоил там из разряда 10 тысяч долларов, они такие, ну мы там, у нас скидка, мы в ночную смену, 8-800 тебе, пожалуйста. А это дерьмо стоило тысячу баксов в Китае. Они просто, они наполняли рынок. А, они паль продавали под оригинал. Да. А, просто я помню вот эту историю с китайскими воссонами, это же мемная прям штука. Да. Когда все начали кататься на мрачных китайских воссонах. Это было литье, это просто была подделка такая, ну, мирового масштаба. А здесь нет, здесь точечно появился один персонаж, не будем называть его имя, и он прям через толпу дистрибьюторов пихал, пихал, пихал всем паль китайскую, жуткую, хреновую за прайс x8, x9, x10. То есть вот так. Плюс появилась кто-то, короче, какая-то компания была, которая начала делать китайские кастомные колеса. И мы даже, по-моему, заказали один раз у них, посмотрели на это, ну, вроде там по, ну, мы не понимали, что такое технические характеристики с точки зрения прочности, с точки зрения внешнего вида, там был еще финиш, брашт, шлифовка. Блин, это такая блевота ужасная была, что на нее, конечно, смотреть страшно было. Но у кого-то как-то где-то это шло. Это было дешево, очень дешево. Это было новинку, и, ну, я был супер противником. То есть как только появилось много маленьких компаний, которые начинали это пропагандировать. Я был супер против, потому что мое мнение было такое. Ты никогда не сделаешь хороший продукт, не делая реальные физические тесты. Нам же как? Нам же в учебнике все говорили. Есть там японцы, которые делают свои диски, у них линейка, они делают реальные тесты, показывают, как они бьют эти диски, как они все это выдерживают. Но как же ты сделаешь один и сделаешь то же самое? А компьютеру доверять мы не хотим. И, ну, мы были отчасти правы, а отчасти нет. В итоге дальше так получилось, что пришла одна компания, которая производила обвесы. Это был мой первый сильный урок в жизни. Они пришли такие, эй, там, круто, вы классные ребята, вот мы тут делаем крутые обвесы. Я понял. Тогда это еще пихалось очень хорошо в дилере. Вот. И ребята такие, вот нам нужны диски. Я говорю, слушайте, мы возим из Японии. Такие, нам не подходит. Это долго, дорого, бестолково. Мы что-то там свое хотим. Я такой, блин, ну давайте пробовать. В итоге мы начали пробовать, начали искать, начали что-то делать. И заказали какую-то первую партию. Я же не помню, то ли Тайвань, то ли Китай. Было что-то такое. В общем, попробовали посмотреть, что это такое, как это работает. Два года веселья в моей жизни, когда ты просто пытаешься сделать так, что тебя не убили. В прямом смысле этого слова. Веселая юность, она такая, понимаю. Да. Два года учений, мучений и расставания с этой компанией. Но я купил бесценный опыт того, что так делать нельзя. Нельзя делать и колеса в вот этих всех вот странах прекрасных. Но как оказалось, на самом деле, эта компания, в дальнейшем я узнал, что я там ни первый, ни последний, это просто стиль работы. Ничего. Это был очень крутой опыт. Я очень счастлив, что я его прошел. Потому что кошмарили меня жутко. Мы прям кошмарили. Я прям не мог спать, есть, сидеть и так далее. У меня был такой период, но это было где-то месяца 3-4. Ну вот я пару лет это делал. Но мы набили шишки, мы поняли, что это такое. Мы примерно поняли, как это работает. Мы примерно поняли, где там косяки и ошибки. И в моменте, наверное, года, не знаю, 17-го или 18-го, но что-то тоже вот такое, у меня появляется инженер. Нам надо было разработать диски. И у меня появляется инженер. Там вообще была история прикольная. Когда мы начали общаться с ADV1, это вообще почти никто не знает. Там работал один человек. Он, ну скажем так, глобально он был, типа, главным менеджером по продажам. Ну или как там, сеньор-менеджер или что-то такое. Короче, начальник отдела всего-всего там вот этого маркетинга, не продажа, а реализации типа того. Вот. А в реале это мужичок, его зовут Майк, и ему было на тот момент, я уже не помню, 68 лет. Или что-то такое. Он проработал много лет в Ашарье. Он с самого начала поднял ADV. Он работал на заводах производителей заготовок и так далее, и так далее. Короче, это дед, которого знает весь мир дисков. Весь. Вообще просто весь. И он такой, ну мы начали общаться очень классно и тесно. И через какое-то время мы, он говорит, я ухожу. Я не знаю, что делать. Я говорю, давай сделаем компанию. И он согласился. У нас с каких-то там сумасшедших годов с этим дедом компания. А, да ладно. Ты никогда не видел, есть такой портал, ну это сообщество в Америке StandsWorks? Нет, никогда. Никогда. Это очень большая такая у них движуха, очень большая. И, короче, владелец этой движухи, очень известный парень, а это его отец вообще. А. То есть там все так крутится жутко. А, да, семья вокруг дисков крутится, да, в прямом смысле. Да. Вот. И нам надо было что-то делать, нам нужно было что-то разрабатывать, потому что на те годы, в те моменты все только копировали. Только копировали. Но нам надо было хотя бы научиться хоть что-то делать. И я нашел инженера, очень крутого, талантливого парня. Он тоже в Stands тусовки был. И он первым сделал трехсоставные диски в России. Ага. Выточил где-то на... Он на заводе работал, по-моему, он у себя и вытащил там, что-то у них с самолетами связано, то ли с двигателями. Ну, на каком-то, короче, старом заводе, если непонятно чего, выточил этот центр. Нашел, как-то сделал полки и вот-вот создал вот это все, вот какой-то диск. Понятно, что это, конечно, уровень был очень печальный, но чувак стремился, он понимал, и он был реальный инженер завода, понимающий, как все работает. И которому было безумно интересные диски. Мы с ним начали это все изучать. Параллельно в этот же момент мы уже пробовали, пытались, играли с историей со всеми азиатскими странами. Очень серьезно шерстили Китай. Тайвань очень неплохая история, но выборочная, то есть тайваньские производства могут быть лучшими в мире, и также они могут быть худшими в мире. А еще зачастую тайваньцы, красавчики, они берут, открывают компанию в Тайване, а производят в Китае. И все, ну классика. Классика, да. Да, это 99% всех, кто тебе говорит, что что-то делает в Тайване, это все пиздеж. Это все Китай чистый. Причем далеко не лучшего качества. И мы тогда с этим начинали играться, мы пытались понять, заказать, изучить, проверить и так далее, и так далее, и так далее. И напарывались на одни большие проблемы, на невероятное количество проблем. Опыт. Да. Потраченные миллионы, миллиардов денег на этот опыт, то есть мы просто брали и точечно заказывали с китайских заводов, с разных колеса, тестировали, смотрели, проверяли, изучали, катались, и так далее, и так далее, и так далее. Когда точно понимали, что это более-менее что-то здравое продавали, ну, короче, вот просто искали себя во всем. Вот. И когда появился инженер, он просто начали запрашивать модели, он начал это все проверять, и мы поняли, в чем проблема китайцев. Они просто не понимают, что они делают. Вообще. Ну, то есть, итогом всего послужило то, что сейчас мы знаем и понимаем, что 100% китайских матьевых заводов не понимают, что они делают хуевую ковку. А, да? Вот по сей день, до сегодняшнего момента, не 99 даже, 100% китайских заводов, производств, производителей, как ты их там только не назови. Видимо, они как раз, я недавно купил рейнджа, и там 22-е стоковые колеса, и я вот там ездил до установки адаптивного круиза и так далее. Ну, доделать в машине то, чем мне не хватает. С чуваком разболтался, он прям фанат рейнджей. Я говорю, почему у них такие херовые 22-е колеса? Он говорит, это самая хуевая в мире ковка. Я говорю, в смысле ковка? Она не может быть ковкой. Ты реально в любую яму въезжаешь, ты едешь прокатываться. Мне академик говорил, я говорю, Костян, что с дисками? Он говорит, если ты не заехал 3-4 раза в год прокатать эти диски, ты не ездишь на рейнджовере. Я такой, блядь. Да, да, да. Типа, как это можно было выпустить? Ну, видимо, на тех заводах в Китае они как бы и договорились. У вас они трескаются сзади, а у китайцев китайская ковка трескается по спицам. Да, да, мужик. Это же сильно опаснее. Это вообще... Это, ну, типа, у тебя просто в любой момент колесо. Это враг. Это пиздец. По-другому не назвать. То есть китайская ковка, это вот самая большая их проблема в том, что они не умеют рассчитывать нагрузки, они не умеют рассчитывать диски таким образом строить, конструировать, чтобы они были безопасными. Позволю, добавлю, я вот даже видел, по-моему, у вас на сайте, либо я помню, где-то я видел, какой-то диск для РДС, ну, для РДС-пилота вы строили, или, а нет, для драг-пилота, суперлегкий, но там прям приписка не для дорог общего пользования, потому что это должно ехать, я подозреваю, только по идеально ровной дороге. Да. У нее нет боковых нагрузок, мы их просто снимаем, и тем самым мы экономим один килограмм. А это там очень важно. Это там супер важно. Там все очень важно. Ну, это подрессорная масса же еще. Конечно, конечно. Там с четырех дисков, ну-ка, сэкономим по килограмму. Это, если я не ошибаюсь, примерно на три, по-моему, умножается. Слушай, кто как говорит, кто на три, кто на пятнадцать, кто, блядь. Каждый дрочит, как он хочет. Да, да, это неважно. Но это по килограмму просто с дорожной, нашей самой легкой версии. А с заводских ты, ну, у нас рекорд, по-моему, на Урусе мы снимали просто со стокового диска на наш диск для города семь килограмм с каждого. Нихера себе. Семь. Я помню, что я в семейную машину волею судеб купил NK, восемнадцатую ковку, они легкие. И крифанул. И на машине как будто бы стейдж один появился. Я такой, а, вот так это работает. Слушай, легкие диски – это тот момент, когда ты, ну, не просто слова, а когда ты начинаешь лететь над дорогой. Вот у тебя просто ощущение, что дорога где-то там, а ты выше нее, и между вами воздух. А, да? Да. То есть на них даже комфортнее получается ездить. В сто раз вообще. Когда ты облегчаешь неподвижерной массой, у тебя реально появляется совершенно другое ощущение этого мира и езды и так далее. Ну, вот, да, я прокатился на этой ковке, думаю, ёперный театр, это что же, мне теперь ковку, что ли, придется заказывать. Я такой на Porsche посмотрел, подросил, такой, что-то лень, работы так много. На Range чуть не купил, там было написано кованые, оригинальные, но благо, что я с тем типом пообщался, он говорит, они все гнутся, все. Это было бы крайне обидно купить оригинальную ковку, которая, опять же, типа, гнулась бы. Это печаль, да. Ну, там есть некоторые нюансы, то есть диски гнутся не потому что, ну, понятно, что и потому что они плохие, но у тебя гнется всего лишь обод. Ты просто обод можешь делать разные толщины и все. Делай его толще, он не будет гнуться, делай его тоньше. Америкосы делают очень тонкий. Разные технологии есть, литье под давлением с прокаткой обода, там вообще супер тонкий. Его трудно, чтобы он, ну, трудно его повредить, ну, грубо говоря, у него предел прочности достаточно высокий. Но когда он достигается, диск трескается, и ты его выбрасываешь по моку с первого раза. То есть не так, как ничего. С ним уже ничего не сделать. Ты его варишь, и он в миллиметре еще одна трещина идет. И так вот ты можешь всю жизнь вот так вот варить. Так и будет, это все за один месяц случится, ты все равно его выкинешь. Ну, правильный, нормальный диск, это просто хороший сплав и понимание, как ты его конструируешь. То есть делаешь там нормальную толстую закраину заднюю. Мы как раз с товарищем на граунде ходили. Я говорю, что вот с Леней будем снимать. Он говорит, бля, очень интересно, задай ему один вопрос, который я не могу не задать. Вот есть алюминиевая болванка, да? И мы, ну, вот, диск же занимает, наверное, процентов 20 материала. А остальное, это типа, что с ним происходит? Оно выбрасывается, либо оно перерабатывается повной. Просто сдается, и, ну, к сожалению, культуры пока нет. Я ее пока взращиваю. То есть мы, я надеюсь, воспользуемся когда-нибудь нормально этим, но пока что это сдается в цвет мета. Просто в цвет мета. Просто так. И я так понимаю, это там какой-то далеко непростой алюминий, там есть какие-то... Там правильный алюминий для производства дисков, но он никому не нужен, тебе его нормально никто не примет. А типа завод обратно его не может забрать, переплавить? К сожалению. Я понял. Не так это работает. Пока им это не так сильно интересно, да? Они должны осваивать новый алюминий. Собственно, когда ты это делаешь, ты работаешь с русалом. Русал должен производить заново алюминий. Он не должен тебе брать и перерабатывать старый. Никому это неинтересно. Это же just business. А, я понял. Конечно. Я тебе больше скажу, беда в том, что, мать его, мы не можем победить русал уже сумасшедшее количество времени, чтобы они всего лишь поставили чертов токарный станок и выдавали нам от токаренной заготовки, а не вот по 80 килограмм. 80 килограмм? 80, мать его, килограмм, чертовая заготовка, да. Заготовка. А диск весит килограмм 8 по итогу. Ну, не 8, но там 10, 12, 15. 10, 12. 8, 10. Мы покупаем эту дуру в 8, 10. Хотя я могу ее покупать, а покупаем мы ее за доллары, чтобы ты понимал. За доллары в России. Да, да, детка. Да, ладно. Клянусь. Не, ну за рубли они уже пересчитали. Мне тут вчера выкатили новые цены с повышением в 10%. Я такой, идите нахуй, я не буду за это покупать. Ну, пошли чуть-чуть на уступок, пока торгуемся. Но, типа, да. Ну, в рубли пересчитывают, но через формулу долларов. Только долларов. Всегда так было. Ну, потому что они экспортеры. Нет, они делают в России. Нет, я понимаю, но у них же основной рынок, наверное, экспортный. Да, да. Им что тебе продавать, что туда продавать. Они вот к долларам подвязались, у них вся бизнес-модель на долларах как раз работает. Да, алюминий – это курс LME. Ну, собственно, алюминия на мировом рынке. И доллар. Вот все считается на килограмм. Килограмм на LME на доллар. Типец. Полное дерьмо. Что поделать? Ну, вот. И они даже не могут нам токарить, чтобы у нас из 80 хотя бы в 50 это превратилось. То есть я плачу за лишнее не нужно. Я подозреваю, что им это просто неинтересно в их масштабах. Да, но нам когда-нибудь станет все-таки неинтересно их кормить просто так. Надоели. Я надеюсь. Я очень хочу эту брешь пробить, потому что это невозможная история. У них и так там сейчас полно работы. Ты же понимаешь, куда. Да. Вот. Все, а что? Тогда у меня вопрос, вот, когда мы говорим про диски. Вот ты говорил, что китайские диски, они говно. Предположим, да, там, я на самом деле в дисках особо нихуя не понимаю. Вот ровным счетом. Я как-то один раз попытался поиграться в диски, что-то попытался поставить. Я понял, чтобы выловить, чтобы они у тебя просто сидели нормально в арках, не по-ублюдски. Это так еще заебаться надо. Да. Сидишь, что-то там высчитываешь, какие-то формулы. У меня вот сотрудник есть, он там как раз чуть-чуть по стенсухе убивается. И у меня там типа, не-не-не, типа, это все встанет, это нормально. Ну и реально, как бы мы взяли NK в нужных параметрах, они встали. Я заебался очень сильно, да. И мне для себя понять, какие вообще есть характеристики хорошего диска. Понятно, что кованый диск, он сильно лучше, чем алюминиевый, я подозреваю. Или это не так? Это все алюминий. Ну нет, понятно. Есть кованый. Да. Кованый диск, понятно, что лучше. Почему? Ты в курсе про то, что если ты возьмешь кованый диск или той абсолютно полной копии, вот абсолютно, кованый будет тяжелее. Да ладно. Плотность алюминия выше. За счет чего достигается прочность? Плотность выше, частиц внутри, да, на единицу объема больше. И вот это вот кованые диски априори легче, ну это бред, не так. Это люди, которые ни черта не понимают, услышали звон, не знают, где он. Легче ты можешь сделать, просто сняв больше алюминия, и все. Ковка прочнее. Она, ну, грубо говоря, на единицу, опять же, площади, она сильно плотнее и намного сильнее, намного более прочная. Я, кстати, неоднократно залетал на ваш сайт, пытался найти диски на Рейнджа и что-то не нашел. Как будто бы на Рейнджа, я вот прямо в интернете смотрел какие-нибудь красивые диски на Рейнджа, как будто бы невозможно на него сделать красивые диски. Очень много, очень много вариантов, огромное количество. У нас на сайте одна тысячная того, что мы делали, одна миллионная, наверное. Мы не добавляем, мы не добавляем туда копии, мы не добавляем то, что нам не нравится. У нас та линейка наша, от которой мы кайфуем. И только мы давно не обновляли, мы все никак не добьем этот момент. У нас уже вышло сотню больше крутых дизайнов, их просто разом нужно туда выплюнуть. А так, когда мы делаем что-то, мы, собственно, берем то, с чем работать, это автомобиль. И менеджер в частном порядке, в индивидуальном подбирает человеку дизайн, которому понравится. Да, я знаю, я видел на примере Стаса как раз, как это выглядит. Он такой, он мне тогда голову изъебал, вот эти, вот эти или вот эти. Я ему говорю, вот эти, он говорит, нет, вот эти. Я говорю, нахуй ты спрашиваешь тогда, если ты выбрал. Ты накидываешь много-много-много красивых вариантов, человек выбирает из них какое-то количество. Мы подставляем это в фотошопе на машину, ты можешь увидеть, как это будет в реале там живую выглядеть. Очень удобно, очень классно. То есть дизайны, они ничем не ограничены, их миллиард. И как бы вот в нашем случае, да, немножко трудно донести это человеку, пока он с нами не связался. То есть объяснить человеку, что вариаций у нас слишком много, а не то, что есть на сайте. Сайт, это просто ознакомительный с нашей линейкой. Ну я бы дозалил, потому что иногда охота посидеть, поковыряться, и ты такой потом, о. Многие просто вот, например. Это очень двоякая история, мы не хотим шквариться. То есть у нас есть очень важный момент. Мы пришли сюда не просто продавать и зарабатывать, мы пришли сюда создавать. Мы компания. То есть у нас компаний в стране нет. Ну, если ты возьмешь реальных компаний по дискам, формата нас одна, всего одна, на всю страну. Формата производств их там немного, их чуть-чуть. Ну, в реале их четыре. В формате продавцов их тысячи миллионов. Но в формате создателей, производителей, тех, кто реально чем-то занимается, разработчиков, только мы, больше никто. Все остальные – это копирайтеры. Даже другие производители – это зачастую копирайтеры просто. Потому что делать то, что делаем мы, никто не может и не сможет никогда, как бы они все не хотели. То есть всем кажется, знаешь, как получается. Самая частая история в нашей стране, самая легкая, самая понятная и очень простой бизнес. Могу каждому посоветовать, можете заняться очень легко. Приходишь, выкладываешь объявление на Авито, компания ООО «Должок» какая-нибудь там, «Должок» диски. ООО «Лобиан». Прочитайте наоборот. Попробуй. Прочитал «Лобиан». Лобиан. Ага, да. Вот. Ну, в общем, любая вот эта вот такая компания. Здравствуйте, мы вот кованые диски производим. Самое простое в этом мире сказать – мы делаем как Power Wheels. Все. Это идеальный бизнес-план на 2024 год для любого мамкиного бизнесмена. Очень легко. Вот все, что делает 100% компаний в этой стране, вот так вот говорят клиентам. Ну, просто где-то берут, где-то находят, каким-то образом там генерируют себе клиентов. Ну, слушай, пиздоболов целая гора в этом мире, и кому-то пиздить очень легко. Это же называется обратный инженеринг, если официальный, либо спиздинг, если по-человечески. Да, 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 да. Не, ну, у нас же все просто. То есть, что такое колесный бизнес? Ты берешь, роешь в интернете кучу картинок. Ты можешь любые картинки из этого интернета показать. Ну, ты хочешь диски эти. Ты говоришь, у меня Range Rover. Я просто вбиваю в Яндексе Range Rover Wheels или Range Rover диски и просто набираю оттуда 100 картинок. Я тебе их даю и говорю, слушай, я тебе их сделаю. Ты такой, супер, классно, давай. И там 99% кто занимается продажей этих прекрасных колес делает это в Китае сейчас. Как это работает? Ну, элементарно вообще. Они не нужны даже клиенту. Я не понимаю зачем. Люди обращаются в компанию, которая производит диски в Китае. Для этого ничего не требуется. Ты берешь в инстаграмчике, там China Wheels сбиваешь какой-нибудь. Находишь любую компанию, фабрику. Они все одинаково хуевые. Вообще абсолютно все дерьмо. Hello, hello, дай свой WeChat или там что-то такое. Взбиваешь вот этот вот китайский чат WeChat. Находишь там Китае. Ты делаешь диски? Делаю. Там есть переводчик, все очень легко общаться. Окей, хорошо. Сколько стоит? Нихуя не стоит. Очень нравится. Все, выбираешь вот из этого. Я тебе даю тысячу миллионов картинок. Ты выбираешь. Я такой, о, супер, вот такие сделаем. Стоит три копейки. Ты такой, класс. А сколько вот, если не секрет, вкручивают? Я видел кучу посредников. Типа у нас производство в Тайване, у всех написано. Причем, когда ты сказал, да. Пиздополы года. Да, половита, если не больше. Сколько вот в Китае эти диски стоят? Ну, если взять какие-нибудь двадцатые колеса в Китае, они будут стоить с доставкой тысяча с небольшим долларов. А здесь их типа по 300, по 350. И здесь в среднем китайские колеса продают от 180 до 220 тысяч. Это средний такой рейндж. Например, ну, нормальный бизнес. Хорошо зарабатывает. Просто взял средоплату туда. Просто ни хуя не сделал. Абсолютно. То есть ты реально пишешь в Вичате китайцу. Ты берешь картинку, которая тебе нравится. Ты даже можешь ему параметры не говорить. Он какие-то усредненные дерьмою тебе сам скажет и сделает. Ты просто картинка и машина, и цвет. Все. После этого он тебе через день выдает какие-то картиночки якобы модели. В них написаны какие-то параметры. В них написан какой-то якобы вес. И так далее, и так далее. Говорит, все, дай там 30-50% денег и жди там полтора месяца. Через полтора месяца он тебе показывает, вот твои колеса, доплачивай бабки, куда отправлять. Если надо, вот у меня есть тут чувак. Он тебе все привезет даже в Россию сразу. Потом там на этот Южный порт или как там Южные ворота. В общем, на эту всю хуйню приезжает посылка, блядь, коричневая коробка с одинаковой упаковкой внутри. С оранжевым скотчем там и так далее. Все, и ты такой скрываешь. У-ля-ля. И там пиздец лежит полный. Ну, то есть, даже если это не покрашено как просто фантастический кусок говна, то в большинстве случаев там не больше, чем через год, это дерьмо все лопнет по спицам. И улетит просто в помойку, и все. Главное, чтобы ты в Альгалу не улетел, когда у тебя по спицам лопнет. Не такое было. То есть, люди улетали. Сто процентов, да. И машины ломали, и в аварии попадали огромное количество. То есть, вся это китайское говно, оно рано или поздно всегда треснет. Это закон. Это железно понятная вещь. И ты задаешься потом вопросом. Ну, как бы, во-первых, зачем тебе вот эта тонна посредников, которые там мамки на бизнесмены, которые ничего не делают. А во-вторых, ну, самый главный вопрос в чате, а чем он там отличается, да? Это же то же самое. Да, это же ковка. Это же ковка. Это все ковка, это все то же самое. У всех там одинаковые заготовки. Мы много лет работали с китайскими заготовками. Много-много-много лет. Ну, реально. То есть, мы их все перепробовали. Мы понимаем, как они работают. Они все супер разные. Они в качестве могут отличаться в прочности в 30%, в цене в 100%. Да, да. Там просто пальцем небо они вот так вот колбасит. Слушай, а если мы говорим вот про Россию, сколько вообще… Потому что, ну, вот сколько у меня знакомых к вам обращалось, средний срок изготовления дисков, по-моему, от месяца до трех, в зависимости от сезонности. Ну, три – это да. Это когда мы сказали два и проебались на месяц. Да. Ну, это чистая правда. Я это знаю и никогда не буду это отрицать. Я подозреваю это из-за очереди непосредственно, что есть определенные производственные мощности. У тебя бутылочная горлышка как раз непосредственно на станках на самих. Нет. А где? Инженерия. Инженерия, да? Инженерия. Горлышко, бутылки – это инженерия. Да. И никто об этом не знает и не понимает. Я тебе сейчас открою просто самую большую тайну. В кованых дисках колесных насрать, кто и где их производит. Вообще, это самая ненужная вещь, это станок, самая ненужная вещь – все, что после инженерной модели идет. Это самое легкое. А инженерия – это именно просчитать, чтобы он… Самое главное – это создать. То есть, чем отличаются, в принципе, опять же, вот как раз проблема Китая, того же самого, и не только Китая. Вот когда тебе вот этот китаец из Вичата выдает на следующий день модель, во-первых, она просто ужасного качества, потому что ты там ничего не увидишь нормально, оно не прорисовано и ничего не понятно. Во-вторых, она как будто ее рубили не то что топором, зубной, блядь, щеткой. Ну, то есть, она реально сделана… Ну, то есть, вот этот диск, который выходит из-под пальчика на мышке компьютера чудесного китайского инженера, он, ну, больше реально похож на корыто, на ведро, на, блядь, не знаю, кубик, но никак не на хороший продукт, красивый и изящный диск, вообще нет. Там нет граней, там нет линий, там нет, ну, я даже… Там нет слова дизайн в принципе, там нет построения, там есть просто ужасное что-то с картинки, как он это видит вот правым глазом с 50 метров. Окей, тогда у меня вот вопрос как у предпринимателя, то есть, предположим, автомобиль BMW X5, я думаю, что на X5 у вас довольно много дисков заказывают, и есть уже готовые инженерные решения, то есть, они же каким-то образом сохраняются, правильно, ты там, ну, человеку, например, накидишься, дядь с три, вот есть такой дизайн, есть такой дизайн, есть такой дизайн, и тогда по логике их производство сильно быстрее становится или нет? Каждый проект с нуля, каждый единичный комплект, вот каждый проект, твои диски будут на что-нибудь, либо всегда с нуля. То есть, даже если это, грубо говоря, дизайн, который я выбрал, который у вас есть на сайте? Да, конечно. А в чем прикол, каждый раз, рисовать? Машина, вес ее, сфера использования, все. А, то есть, у вас даже под запрос сфера использования идет? Мы не можем делать, абсолютно, то есть, мы настолько преисполнены сейчас, что мы понимаем вот от и до, то есть, ты получаешь запрос клиента, ты понимаешь, как это все сделать инженерно верно. И зачастую, когда у тебя бэшечка и направленный дизайн, у тебя четыре разных диска, четыре модели с нуля. У меня в четыре раза дольше сидит инженер. И это очень трудно, инженер делает в лучшем случае две, ну, нормальный инженер, нормальный, есть просто много, китайский инженер может там шесть делать в день, да. Нормальный инженер, который делает реальный продукт, делает один, два, две модели в день. Все, это максимум их. Ты представляешь, если один комплект состоит из четырех разных, ну, это ужас. То есть, два дня у него может уйти, грубо говоря, на создание одного комплекта? Ну, за один он точно справится просто, ну, там все равно легче, там, на подобию ты делаешь, там, право-лево ты все равно отзеркаливаешь, ну, там, перед, зад, все равно, ну, то есть, в любом случае это очень долго, все очень долго. А почему нельзя пойти, вот, например, стандартные размеры для икса, ну, типа, иксы же, они все одинаковые по кузову? Ты пришел не купить на рынке кусок говна, ты пришел за индивидуальным проектом, ты пришел за тем, что будет твоим, для тебя. В этой форме, в этом дизайне, в этом цвете, в этих параметрах, оно будет стоять вот так, как ты захотел в арке. Все индивидуально. Вообще слишком. То есть, это супер кастом, который очень-очень труден. Поэтому, когда мы говорим, там, мы планируем справиться с этой задачей за полтора месяца, а делаем, блядь, два с половиной, да потому что. Потому что на каждом таком проекте ты, как бы, думаешь, что все будет хорошо, а у тебя же все равно, у тебя же менеджер по продажам, извините, он не инженер. Он нихрена не понимает, что там будет дальше. Понятно, что через пять лет он хоть немножко отстреливает, но у меня есть два, которые не отстреливают ни черта. И просто пальцем небо вот так каждый раз пуляют. И ты с ними ничего не сделаешь. Они знают продукт с точки зрения, как правильно его, ну, не то, чтобы продать, а именно подобрать клиенту. А дальше вступают инженеры, которые просто сидят и говорят, как мы уже от вас устали. Потому что, когда ты делаешь каждую вещь, ну, индивидуальной и кастомной, у тебя слишком много водных. Как катастрофа просто. Мы можем там неделями доводить его до ума, потому что у нас тут не встало, тут не стало, тут не получилось, тут не доделалось, тут подточить, тут как-то еще, тут перекрасить и так далее, и так далее. И люди не понимают. Все думают то, что, блин, это всего лишь сраные колеса. Как сказал один мой очень хороший знакомый, который занимается мехообработкой больше 30 лет, у него несколько огромнейших и самых крутых предприятий в стране, если ты научился производить колеса, то ты можешь произвести все. Если ты производил все, то ты не произведешь колесо. Это факт. Это очень трудно. Ну, тогда, получается, твоя страсть, которая была в стенсе, с этим перфекционизмом, она сейчас очень хорошо интегрировалась как раз-таки в бизнес. Да, она работает в плюс. И действительно, я думаю, то, что если бы не там, тогда, в те времена, я смотрел на машины вот этим безумным взглядом, возжеланным, и видел красоту во всех этих деталях, то сейчас, наверное, действительно, я бы и таковый продукт не производил такого внешнего вида, и уверен, что такого качества не производил. Потому что то безумное затродство, в котором мы живем каждый день, оно уже давно прекратило быть бизнесом, если честно. То есть у нас, знаешь, волнообразно. У нас сначала, как бы, наконец-то, ура, бизнес, потом, как бы, мы, там, наоборот ушли, там, упоролись, там, суперкачество, потом опять пошло бизнес. Сейчас мы вообще в самом дне, потому что у нас сейчас самая главная цель еще сильнее улетать в космос и еще лучше делать качество. То есть нет этого предела. Нету, нету, нету. То есть то, что мы делали 2-3-4 года назад, мы сейчас смотрим и думаем, блин, какая хрень. А ты же каждый день делаешь лучше, делаешь труднее, делаешь геморройнее сам себе. И я вот понимаю, нафиг мы всем этим занимаемся, если мы пойдем, вот честно, если я завтра пойду со своей клиентской базой в одно рыло вот так писать китайцу в Вичате, я себе остров куплю завтра. Все. Все просто. А люди так и делают. А у меня штат там в 50 человек и десятки миллионов зарплат. Понимаешь? Ну это просто фантастика. Ну так не должно быть, так невозможно. И ничего ты с этим не поделаешь. То есть ты реально идешь и сходишь с ума и говоришь, да, я лучше там не что-то сделаю себе и не пойду там как-то, а я пойду развивать свой продукт. Улучшать. Господа, основной подкаст, я думаю, мы сейчас закончим. У меня куча вопросов как раз менеджерских для Бусти. Но я это уже повторял неоднократно. Вот мы как-то с одним мужиком, у которого завод, хороший такой завод, бухали в Таиланде. И я в тот момент грустного словил. Знаешь, в тот период жизни, когда ты денег заработал, и оказалось, что не так много ты там купил, ты себе машин купил, часов купил хороших, ну купил. То есть тупиковая ситуация. И мы когда с ним разговаривали, он там рассказывал одну историю. И в их тусовке очень обеспеченных людей, то есть я по сравнению с ними просто на социальном пособии, главный критерий понта – а что ты создаешь? Это взрослые мужики, которым 50 плюс лет. Они такие, а что ты создаешь? И мне кажется, когда ты что-то создаешь на протяжении определенного периода времени, даже если у тебя не будет острого, миллиона и еще одной эскортниц каких-то, ты не будешь там с самыми именитыми девками где-то ураганить и зажигать, ты себя все равно будешь чувствовать гораздо пизже, потому что ты что-то создал. И как мне кажется, создавать в нашей стране, несмотря на все, что происходит, это огромного рода подвиг. Я тебе скажу, ко мне сегодня приезжал человек, сегодня, на Rolls-Royce Cullendor. Это машина за очень много денег, и она еще очень эксклюзивная, и она супердорогая. Это, наверное, самый дорогой Cullendor в России. Так вот, понятно, это обеспеченный человек, мы там разговорились, очень веселый, классный, и он меня спрашивает, почему дальше вы там не масштабируетесь так сильно? Потому что он говорит, про вас-то мы слышали, ото всех, всюду, везде, как бы, да, понятно вы на этом. Но где еще больший масштаб, почему вы не масштабируетесь? Я говорю, слушай, ну, есть такое ощущение, что я вроде бы и хочу, но я понимаю, что, чтобы масштабироваться действительно, здесь нужны какие-то инвестиции, очень большие, ну, реально большие инвестиции, потому что я единственный собственник бизнеса, и у меня никогда не было никого рядом, я не брал ни партнеров, никого, ни инвесторов. И здесь нужны реально большие инвестиции. А когда большие инвестиции, то есть вероятность, во-первых, потерять свой продукт, а, во-вторых, улетая в космос, ты все равно расфокусируешься. Сто процентов. Ты расфокусируешься. Может быть, компания, но она переналадится. В нашем случае так точно. Ты понимаешь, я не выпускаю одну вещь тиражом миллиард. И я вот не хочу этой расфокусировки пока что сейчас. Дай бог, может быть, у нас что-то получится, и мы реально исполним ту самую мою мечту стать мировым брендом. Но пока что я хочу быть в фокусе, и я хочу каждый день действительно ощущать вот эту искру в глазах и говорить, я создаю. Я не кто-то, не как-то, не где-то, не команда, которая отдельно от меня живет, а мы с командой создаем. Ведь я тебе могу сказать, что я самый счастливый человек, в том числе, что у меня есть суперкоманда. Самая крутая, самая сильная, семейная, вот вся вот такая моя вот любимая. Всех могу прийти, поцеловать, обнять или наорать, что делаю еще чаще. Каждый день. Слушай, из меня мемы строят. У нас вчера был вечер мемов, из меня построили тысячу мемов из всех моих безумных выражений. Я реально прихожу и ору на всех. Это чистая правда. Я не могу совладать с эмоциями. У меня есть прямо в голове проблема очень большая. Я ненавижу, когда люди тупят. Это ужас. Это мы сейчас как раз подробно обсудим на Boosty, потому что я был таким же. Спасибо большое, что пришел на подкаст. Господа, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. И до скорых встреч. Пока-пока. У меня такой вопрос. С производством все понятно. Но ты же довольно быстро раскрутился. Что было твоим катализатором? С точки зрения, когда появилось производство. Потому что в моей картине мира ты появился изо всех рупоров. Автотусовки. Я такой, о. Типа я и про Борю узнал, от Бори узнал с Федей, что ты там делаешь. И, насколько я помню, Эрику Давидовичу тоже делал диски. Был ли какой-то такой... Я просто сам взаимодействовал с блогерами, со многими. И от кого-то фидбэк ебанистический был, а от кого-то я там денег ввалил и такой сижу. Количество заявок не увеличилось. И я такой... Ну, я тебе могу сказать, что... Да. Наверное, я просто отец этой истории. Взаимодействие с кем-то и где-то. Начало было очень крутым. Это, правда, был Эрик. И он нас запустил в космос. Это чистая правда. Поначалу тогда. Собственно, почему я и говорю, и считаю, что этот рынок мы создали. Его не было, в принципе, этого рынка, нормальность сформированного данного продукта. В виде каких-то интересных индивидуальных колесных дисков не было. Мы его придумали с самого начала, именно в том виде, который он сейчас. То есть, был там Китай, была какая-то херня, было что-то еще. Но это просто копия чего-то, непонятно какая, непонятно какое говно. И люди не понимают, что они получают. И они и хороший продукт не получают. Мы это все упаковали таким образом, что мы начали создавать. И первые реально крутые созданные колеса были Эрику. Соответственно, он сам офигел. Он сам дико кайфанул. Он рассказал это всей стране. Мне всем стало интересно. И мы, ну, нам, слава богу, дали возможность, дана была возможность продолжить. Продолжить, но не просто там продавать такие же колеса, а дана возможность создавать. И за это там ему супер благодарность. То есть, мы рады то, что с его подачи люди начали понимать, что такое существует. И что они могут получить чуть больше, чем просто колесо. Вот, ну, какое-то искусство, какое-то реально крутую, физически классную вещь. Проработанную и так далее. А по поводу, там, кого-то дальше остальных, да, слушай, очень сильно делятся все. Это вообще какой-то пиздец. По-другому не назвать. Только бензом перебора. Только так. Все крутые, все такие молодцы. У всех такая аудитория. Все ебать как себя продают. Ну, реально. Но я тебе могу сказать, что сейчас у меня, ну, действительно существует статистика и не только, там, грубо говоря, моя, но и чуть-чуть глубже. Я в этот мир очень сильно погрузился. И мне могут давать реальные статистики блогеров. И иногда блогер, который, как мне казалось, должен быть просто суперкрутой, супермощный и сильный по автотематике, проигрывает просто кратно какому-нибудь парню, который для меня открытием было, что Саня Булкин просто суперкрутой и продуктивный. Просто. Я и не попробовал. Я ему сделал колеса. У нас ничего еще не вышло, не выпустилось. Мы познакомились, подружились. Я его обожаю просто. Сане главное пить аккуратно. Саня пьет, бля, я помню. Спокойствие. Он тебе расскажет, как я пью. Однако. Саня пьет.